чтобы я ускорил микки и в итоге как бы происходит развитие я сейчас даже не конкретно этого я говорю не только кому социалистической славка только за счет рыночка как бы получается это происходит спустя десятки миллионов людей ща ускоряю громче сделаю ни хера не зашу в данный момент условно менее в двадцатом веке прогресс шел намного быстрее едва ли не самым быстрым в истории темпом страны опять же что считать прогрессом вы серьезно ну да прогресс шоу усилий не верю задерживаться по другое в данном случае вообще прогресса когда прогресс охуительный экономический рост тоже охуительный по моему это не единственное как минимум что для людей важно по моему многие люди готовы считаться с низкими темпами прогресса экономического роста если и вот теперь из-за того что я же говорит как и не знаю глухонемой им приходится васила слушать на полной васила слышно отлично было бы и без угры без того что я сделал громко мне пришлось усиление сделать непосредственно захват выходного потока я я впервые к этому прибегнул я сейчас просто не умирай я в шоке просто с того просил блять пятый раз представляешь слетела трансляция в шоке и очень нигде не было какой практике мы тогда апеллирует потому что люди оказались более комфортных условиях благодаря мировым воинам до холокостом культурным революциям осуждаем холокост осуждаем холокост охуенно прогресс ты вообще прогресс нихуя блять не требует прогресс это блять не человек чтобы чего-то требовать я вот я тоже я вот я нацена я очень-очень долго очень много бля и бля потратил времени для того чтобы объяснить националистам что нация это блять не человеку нации нету заслуг нации нету прав ни хера себе ты объясняйте ну ты даешь объяснял людям но блин странно а у нации нету никаких требований у нас нет никаких целей не какой-то человек наряду там со мной и там с вами с другими людьми я так чувствую я так чувствую что еще немало времени мне мне придется потратить на то чтобы коммунистам теперь объяснять чтобы знаете коммунисты прогресс история это блять не не какой-то отдельный человек на самом деле он здесь немножко не прав проблема заключается в том что как и васил коммунисты являются идеалистами несмотря на то что они вроде бы диалектические материалисты но в этой самой диалектичности они постулируют существование некоторых сущностей ну васил постулирует существование бога будучи христианином вот эти вот самые коммунисты они постулируют существование общества и государства насколько я понимаю то есть у них это объективно существующие вещи в рамках по крайней мере их диалектической логики истории это тоже разворачивающийся процесс который описывается диалектической логики поэтому но в принципе существует и требует что-то как ни странно какой-то отдельный субъект чтобы он выдвигал какие-то требования есть какой-то блять прогресс который история требует прогресс требует то есть что-то является необходимым данном случае перевод перевод для васила знаете ну я прям сегодня сейчас просто агрессивный друзья если что если васил будет это когда смотреть васил прости меня и абсолютный респект тебе но блять у меня пятый раз за стрим падает трансляция если еще раз упадет я расхерачу что-нибудь мне надо блять чтобы я развивался и поэтому вы должны умереть на самом деле человек который это говорит вот это говорится для одной цели для одной очень конкретной цели за то чтобы снять ответственность людей есть люди которые убивают других людей есть люди которые других людей отправляют в гулаг есть люди которые других людей сажают в концлагеря есть люди которые которые мы не одобряем есть люди которые другими людьми топят печь да есть люди которые заставляют других людей отказываться от их религии. А потом эти люди говорят, вы знаете, прогресс, он, блядь, требует жертв. Или там, вы знаете, нация, у нации есть интерес охуительный, который неплохо бы было удовлетворить. Да, то есть, вот это... Ну, вообще, я согласен с Василом, здесь, что всякие маньяки, вроде там Захара Прилепина, там, не знаю, прочих коммунистов, сталинистов и прочих там довольно-таки опасных людей, которые поддерживают всякого рода геноциды, убийства, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, их вообще, их надо опасаться. То есть, эти люди нас убьют. Это печально. Еще и оправдают это. Вот это абсолютно бессмысленно, если бы попытаться как-то всерьез анализировать высказывание, оно применяется всегда для одной конкретной цели. Для того, чтобы снять ответственность с себя. Не согласен, что для одной конкретной цели не буду приводить примеры, почему для одной конкретной цели, здесь скорее Василу надо было бы доказать, почему оно применяется, буквально для одной конкретной цели. Скорее всего, целей несколько. Миротворец, скорее всего, по-разному, потому что националисты это не одна группировка людей. Ну, то есть здесь нет смысла говорить о том, что националисты одинаково воспринимают слово нация. Ну, то есть, невозможно сказать. А поскольку нельзя так сказать, пришлось бы перечислять все концепты, а я их не знаю. Ублюдков, которые совершали в истории реальные преступления. С другой стороны, ну, убил-то и не убил, как бы, он бывает. Я, как бы, не то, чтобы сильно боролофак в этом смысле. Просто убийство в акценте, в контексте биологии, например. Ну, если мы любим науку, любим биологию, из этого знаете, что следует? Индивидуум, я, к сожалению, сегодня не посмотрю ваше видео. Уже все. Это видео с Василом последнее, оно очень длинное. Я даже задержусь немножко, чтобы его досмотреть. Я люблю досматривать, в общем, весь материал, хотя бы, чтобы полностью видео вошло в трансляцию. Не люблю переносить. Ни разу не переносил видосы. Корень всех вопросов. Действительно ли Холокост является прогрессом? Отрицательно отношусь к Холокосту. Ну, невероятно отрицательно тоже отношусь к Холокосту. Мы иногда сталкиваемся с войнами, актами геноцида, уже последними, и т.д. и т.д. Насилием, чем угодно еще, да. Но, к сожалению, прогресс не бывает бескровным. Было бы очень хорошо. Опять-таки, я не уверен, что это прогресс. Вот вы апеллируете... Что значит, ну, прогресс не бывает бескровным? Откуда, блядь, это следует? Ну, начнем, по крайней мере, с того, что... С чего мы будем сейчас начинать? Прогресс все-таки был. То есть, Ежа пытается, наверное, отрицать... Не то, что пытается отрицать, в данной беседе он как-то не туда немножко, видимо, уходит и говорит, что это не был прогресс. Здесь немножко неправильно. Прогресс-то, в принципе, был. Как минимум, технический был. То есть, стало лучше, чем было. В некоторых областях, в некоторых отраслях. То есть, ну, да, действительно стало. Особенно к концу существования СССР стало... С необходимостью, наверное, бы стало. Ну, неважно. В любом случае, стало. Поэтому, как бы, мы можем сказать, что прогресс был. Вот как это можно доказать? Вот, да, как бы... Одна из передовых современных стран с очень развитой наукой, да, это Япония. Япония, да, это передовая во многих отношениях страна. В отношении робототехники, в отношении медицины, в отношении всяких там высоких охуительных технологий. Я что-то не помню в Японии массовых репрессий, блядь, последние там, сколько, 50 лет. Я не помню в Японии газовых камер. Я не помню в Японии я не знаю там, каких-то страшных чист этнических или политических. Не, ну, Япония нихуево воевала, да, но Япония... Ну, Япония нормально воевала и китайцев мочила в протяжении всей своей истории только так. Это не смешно. Совсем не смешно. Вообще, очень не смешно. Ну, у японцев свои интересы, вообще-то. На Дальнем Востоке и там у них свои, в общем-то, да, терки интересные и веселые. Япония закончила воевать после конца Второй мировой войны. И как бы после Второй мировой войны Япония совершила, ну, собственно, то, что называют японским экономическим чудом. Да, конечно, Григорьев сказал бы, блядь, что предпосылки... Я тебя нахуй забаню. Что сейчас Васил говорит? 50 миллионов китайцев только выпилили, вивих секцию проводили. Но он говорит, что после 50-го года этого не было. Как воевала Япония? Какие истребители? Это классика. Ну, я с Василом здесь, понимаете, я не согласен с его исходной посылкой, которую он пытается нам... Не посылкой, а с его исходным аргументом, которым он пытается доказать свой первичный аргумент, согласно которому, в общем-то, не обязательно убивать огромное количество людей и жертвовать всем вообще подряд, чтобы добиться прогресса. Понятно, что не нужно. Но, в принципе, аргумент, он сам по себе уже, ну, более вероятный, чем другой аргумент, обратный. То, что для того, чтобы добиться прогресса, нужно обязательно валить людей, проводить геноциды, ну, вот понятно, что не обязательно более, там, вероятно, чем нечто обязательное. Обязательства труднее доказывать, обязанность. И здесь с Василом, ну, можно согласиться именно вот в аргументе, который шел вот до этого. А вот тот аргумент, которому он доказывает, предыдущий аргумент, вот этот более сильный, вот тут немножко что-то такое. Чего-то, вот, что-то вот как-то вот не туда немного он идет. Имей совесть, блядь. А отряд 731, это все охуенно. Я говорю о развитии Японии против, после конца Второй мировой войны. Япония, как бы, совершила, вот, экономическое чудо, да, японское, научное чудо, после, в основном, после Второй мировой войны, после ее окончания. Да, в это время в Японии, я что-то не помню, каких-то масштабных жертв. Ну, вот-вот, нормально, пусть будет так. Может быть, Япония не лучший пример, но просто сам факт того, что жертвы не обязательны для прогресса. Вот. Вполне так себе, знаете, нормальное утверждение, с которым довольно трудно спорить. Потому что, есть примеры стран, которые развивались более-менее хорошо, при этом, не принося большие жертвы. Прибавить звук видоса, окей, сейчас прибавлю. Упачки. Ну, вообще, да, непонятно, откуда, вот, откуда это, откуда это берется, откуда выводится данное высказание, прогресс не бывает без жертв. Откуда? Советского Союза. Прямиком пришло. Откуда оно, как бы, это, это наши предки придумали. Это они, они воевали, они, в общем, да, придумали это утверждение. Это традиции, Васил, ты должен чтить традиции, уважать их. Постоянно, как к этому, как к некой аксиомантике, что это прогресс? Ну, с Японией не лучший пример, да, безусловно, не лучший, но, 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 в принципе, просто исходное утверждение, оно больше похоже на правду, чем обратное. Как бы, вот, утверждение о том, что, ну, скорее всего, скорее всего, можно добиваться прогресса мирным путем, условно говоря, не обязательно приносить громадное количество жертв, воевать, убивать всех для того, чтобы у тебя был прогресс. это не обязательно. Вот это утверждение более вероятно, чем обратное ему. А я вот, например, не считаю, что это прогресс. Это тоже верно, да, с чего мы, каков критерий, собственно, прогресса? А, ну, тут, Дэн Дэн, я с вами согласен, что культ работы у японцев есть, тут своеобразная жертва, но не в том смысле, ни жертва жизни, ни убийства, ни чистки, ну, вот именно этот культ работы, но он немножко другого рода, в данном случае, получается. Мы должны пользоваться именно тем критерием прогресса, к которому Григорьев апеллирует. Ну, хорошо, вы можете читать, что в 20-й век человек, наоборот, регрессировал? В некоторых аспектах регрессировал, да, то есть техника, безусловно, становится все сложнее и совершеннее, но человек, если именно мы говорим вот о вопросах социально-культурной антропологии, в очень многих аспектах люди деградируют, безусловно, то есть, грубо говоря, развитие техники идет параллельно деградации человека. Техника становится, все сложнее и совершеннее, а люди все проще и примитивнее. Ну, посмотрите на культуру современную, как она выглядит. Ну, а тут, ну, это другая залупа. А где критерии? Где критерии прогресса в культуре? Где критерии? Вот. Однозначный, блядь, критерий прогресса в культуре. Откуда он берется? Регресс, прогресс в культуре, ну, на самом деле, просто многие люди немножко вот странные. Если мы посмотрим, у нас в современности имеется большее количество людей, занимающихся искусством. И простым искусством, и сложным искусством. Если бы, вот Ежи пытается, знаете, сравнить лучших представителей искусства прошлого, при том, не какого-то периода отдельно взятого, а всего прошлого, с современностью, с худшими представителями искусства современности и говорит, что произошел регресс. Ну, охеренно, конечно, конечно, охеренно. Вот он так определяет регресс в искусстве. Он просто, смотрите, берет весь массив классической европейской культуры, берет лучших представителей оттуда и сравнивает их с худшими представителями искусства сегодня. Как мило. Как мило, да? Никакой ошибки здесь нет, конечно. Джон Дой правильно пишет. Сейчас больше искусства, чем когда-либо. Сейчас больше музыки, например, больше разнообразной музыки, больше жанров, и классика далеко все еще не сдохла. Кто сейчас ровнее Бетховену? Джон Дой, хоть одного человека назовите, кто вот приблизился в классической или в неоклассической традиции к уровню Бетховена. Просто понимаете, вот Джон Дой у нас музыкант. Кто приблизился к Бетховену? Вы взяли лучшего представителя одной эпохи. Это ни о чем не говорит. То есть, я не знаю. Вообще ни о чем не говорит. Продолжаем слушать. Тоже произвольная хуйня, на самом деле. Ниоткуда не выводящаяся. Ну, я не буду спорить о том, что вот кто-то там лучше или хуже, не буду судить об этом. Но просто сейчас фактически намного больше мыслителей, писателей, поэтов, прозаиков, музыкантов, художников в наши дни намного больше. Да вот просто намного больше, чем, наверное, за всю историю человечества. Да, как мы будем мерить, во-первых? А во-вторых, по каким критериям? По моде, по популярности? То есть, да, Прокофьева, Рахманинова? Да никто. А вы всех их знаете, Иван Данил? Всех современных композиторов, может быть, вы наслушали? Нет, Иван Данилов, вы, может быть, прослушали всех современных композиторов, претендующих на звание классических, пишущих в жанре классической музыки? Может быть, Иван, вы всех прослушали? Я просто не знаю. И по каким критериям действительно лучше? По продуктивности? Ну, сам Бетховен еще не был большим оригиналом, насколько я понимаю. Ну, то есть, классическая музыка, ну, она не то, чтобы прям вот супероригинальная. Если мы будем по оригинальности сравнивать, ну, какой-нибудь, не знаю, кто у нас, ну, то есть, какой-нибудь рэпер окажется куда более крутым, чем какой-нибудь Бетховен по степени оригинальности. Тот человек, который изобрел рэп, круче Бетховена вот в этом параметре. Параметров бесконечно много. Ну, да, да, Миротворец, действительно, популярная культура, она простая, это говно и деградация, но просто в свое время тоже была популярная такая попсовая культура, какие-нибудь уличные музыканты, которые наигрывали простые мотивы и так далее, так далее, так далее. Ну, то есть, понимаете, Миротворец, он сравнивает лучших представителей прошлого с худшими представителями настоящего. Потрясающе. Потрясающий способ. Прям вот сравнение. Вот самый лучший из возможных миров просто. По экспертному мнению, наслушанных людей судить, самое плохое, что можно себе придумать. Экспертные люди чаще всего подвержены авторитету. Нередко эти самые люди знакомы с музыкой, учились сами музыке. Знаете, что они делали? Они слушали прежде всего музыку классиков и их заставляли зубрить, непосредственно вот эти вот каноны музыкальные на примере вот этих самых классиков. То есть, понятное дело, что классики для них будут первичнее. Просто потому, что они на них учились. Это как для вас какой-нибудь, не знаю, деграданский СССРовский фильм может оказаться, знаете, топ. Просто какой-нибудь деграданский, тупой СССРовский фильм, который не выдерживает никакой критики в сравнении с Западом и никакой конкуренции не может даже выдерживать. Потому что просто, ну, мусорка. Вам может казаться хорошим, потому что вы в детстве, там, в начале 90-х, там, например, ну, не могли посмотреть ничего лучше, потому что все кино было этим заполнено. Все, весь телевизор это показывал. Иван Васильевич, кстати, норм, согласен. Ну, ну, там куча тупых фильмов просто советских. Которые прям вот, уууу, там, не знаю, Бэткомедиан. Уууу, какие крутые советские фильмы. Комедиан Гайдая. Ууу, как круто. Вот там, там Жака была. А, там мужики бухали. А, как смешно. А, ха-ха-ха-ха. Какая смешная комедия. Ну, вот такая вот, не знаю, реакция у, почему-то, у любителей непосредственно. У экспертов, у многих. Просто потому, что что-то произошло раньше. Кстати, Джон Дой правильно пишет. Полно экспертных людей, которые сейчас считают, что есть современные гениальные классики. Согласен, Джон Дой, и здесь я его тоже поддержу. Джон Дой, да, накидайте примеры. Ну, просто, чтобы послушал Иван. Он, конечно, в итоге скажет, что это говнище просто. Ну, 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 это его уже проблемы будут. Читайте классическую литературу, посмотрите, сравните культурные нормы, когда... Я читаю классическую литературу, и все классические писатели пишут хуже меня по моим критериям. Все. Когда существовали? Я прогресс, они регресс для меня. Все, как бы, ну, все, я победил. По своим критериям. Ничего. Я знаю много современных писателей, которые мне нравятся лучше классических литераторов. Почитайте классическую литературу, и что? Ну, Гёса, например, я вычитываю как исключение. Не знаю, Гёта я вижу как исключение, и то только Фаусте. Пушкин мне вообще не заходит, я думаю, это деградантство полное. Почитаю. Что, сейчас современные романы, они как-то на порядок уступают? Вообще, что такое культура, это хороший вопрос. Что такое? Ну, клип Maybe Baby, хорошо. А раньше не было каких-то примитивных художественных произведений, вульгарных, безвкусных. Не было. Я, кстати, Тимур согласен, мне Пелевин тоже лучше заходит. Льва Толстого, Пелевин и помудрее будет, и поинтереснее. И даже с учетом времени, когда они существовали. На самом деле, практически вся русская литература, это недавнее событие, друзья. Мы не должны забывать, что русская литература возникла не так давно. У бульварного чтива раньше не было примитивных. Бульварное чтиво всегда было Василой. Вы знаете, в чем проблема? Что французская литература, которая во многом тоже считается сейчас, но чуть ли не классической, и там много бульварного чтива, и многие классики русские писатели, они писали что-то вот не наподобие, чуть ли не наподобие вульгарного чтива, и у Пушкина всякой вульгарщины, всяких, не знаю, таких вот мыльных опер, несколько произведений таких в жанре оперы мыльной, но это же мусор тоже. ...народных песен. Опять же, где критерий прогресса или деградации в культуре? Откуда он, блядь, берется? Почему он именно такой, которому апеллируют... ...в Хосе Артеги Гаста нет ни одного, блядь, аргумента? Ну нет, у него есть аргументы. Он просто описывает ситуацию в науке, в искусстве и философии. В науку, искусство и философию проникло быдло, в общем. Понятное дело, что оно туда проникло, но из-за этого наука, искусство и философия стали настолько жирными, настолько большими и настолько массивными, насколько большими, жирными и массивными они не были, ну, никогда просто. И при этом, все равно, ну, я на стороне здесь Васила, знаете, по какой причине? Потому что... Потому что, да, говна стало значительно больше, потому что народа стало больше. Но это не значит, что хороших произведений стало меньше. Вот что это значит, друзья. Причем раньше способа отбора всевозможных, в общем-то, классиков, это просто признание людей. Признание людей, признание каких-нибудь там дворян начитанных. И то не факт, что они были очень начитаны. Скорее всего, были такие же тупые гопари, как сейчас люди, которые умеют читать. Понимаете, они отбирали наших Пушкиных, Лермонтовых и прочих. Среди остальных писателей. Ну, замечательный критерий отбора. А с Эртеги Гаста нет ни одного аргумента после того, что он говорит. Он просто постулируется. Нет, Гаст это, ну, то есть, он описывает, он не постулирует. Он не должен даже большую часть того, что он говорит, доказывать. То есть, здесь Васил не прав, он описание за доказательства не считает. Ну, что, мы должны все через логику доказывать, хер там. Ну, то есть, ученые даже так не делают. Иван, понимаете, в чем проблема? И Моцарт, и Бетховен, они тоже вторичны. В такой же самой степени, как и современные авторы. Вот и все. Тем более, да, Джон Дой пишет, что Бетховен в свое время. Тоже, тоже правильно. С другой стороны, ни Бетховен, ни Моцарт не изобрели свои жанры и стили в музыке. Поэтому, ну, друзья, знаете, мы тут будем много спорить, кто вторичный, кто не вторичен. В каком смысле вторичен? Ну, то есть, ну, здесь реально начнется такой диалог. При восхищении этих классиков, типа, ну, современные писатели вторичны, а там, классики наши не вторичны. Так Пушкин списывал Запада, например. Свою, как бы, хуйню. Он просто... Хосе Артега и Гаст, это вот тоже охуенная филат. Кстати, с угнетателями я согласен. То, что я сейчас называю современным говном, завтра будет классика. Вполне возможно. Я допускаю, что какая-нибудь Стефания Данилова станет классическим автором, потому что критерии отбора в классике это тупо популярность в академическом сообществе. И все. И все. И все. Филологи читают, филологи изучают это. Все, вы классик. Вы с этого момента классик. Прилепен классик только потому, что его уже изучают, как бы. Все. Ну, то есть, этого мужика изучают филологи. Знаете, что это значит? Это значит, что, ну, все, дорога в классику ему проложена. Скорее всего, он будет классическим писателем. Несмотря на то, что он пишет откровенный мусор. И таких писателей в истории литературы было много. Это не только в современности такое происходит. Это всегда было. Философия. Просто чувак ныл про то, что культура, блядь, не та. Про то, что какие-то массы откуда-то взялись, блядь, и засрали культуру. Да, нашим детям будут скоро втирать школу в школу Пелевина. Прилепина, Прилепина. Да, Пелевина вряд ли, кстати. Охуенная философия, блядь. Очень все аргументативно, строго и нихуя не высосано. Современный фортепьяный стиль изобрел Бетховен. Окей, супер. Избалец. Вообще, почитайте Хосе. Он ни в коем случае, ни в каком смысле не вторичен. Фортепьяный стиль, наверное, да, это абсолютно нечто новое. Никогда в классике такого не было, и вот опять. Ну, то есть, если вы послушаете предшественников непосредственно Бетховена, вы не увидите там чего-то такого, что-то, блядь, я такой музыки никогда в жизни не слышал. Такого не будет. Такого не будет, потому что музыка классическая развивается довольно медленно, постепенно. И медленно там что-то меняется. Ну, то есть... Да, это вторично, Джон Дой. Все вторично. Все в каком-то смысле вторично. Вы, может быть, можете привести какое-нибудь изобретение современного автора академической музыки, Джон Дой, которое сравнимо с изобретением фортепьяного стиля. Как вам такое? Если вы сможете, и Иван продолжит, в общем-то, настаивать на том, что это вторично, вы сможете настаивать на том, что Бетховен тоже вторичен, потому что большая часть того, что он в музыке делал, не он изобрел. А фортепианный стиль? Ну, окей, фортепианный стиль. Не, прилепенно изучают, да, филологи уже, все, началось. Он теперь классик почти, друзья. Вот именно ДНД неправильно пишет. Да и композиторы 20 века и 21 регулярно проходили через пересмысление фортепьяного стиля. Да я уверен, они много нового делают. То есть на новых инструментах играют, новые стили изобретают. Ну, то есть, ребят, ну, училку? Училку не заказывали. Это пиздец какой аргумент. Считал Прилепина отвратительным. Примеры деградации приводить тупо, потому что Ежа отберет хороший пример из прошлого и подсунет нам плохой пример из настоящего. Он сравнивает классическое искусство и современное массовое искусство. Нет, чтобы сравнить там Достоевского и Шадова, например. Шадов абсолютно структурный писатель, у которого в творчестве много различных элементов. Само строение строится вообще, вот построение текста строится на восьмеричных повторениях различных элементов, которые так или иначе друг с другом переплетаются. Там уникальная схема присутствует, ну, композиции, своеобраз своей композиции, например. Ну, то есть, ну, он не сравнивает. Он сравнивает худших с лучшими из прошлого. Ну, круто. Он еще, знаете, будет сравнивать... Здесь он еще сравнивает Шадова там и какого-нибудь Достоевского. Знаете, что он будет делать? Он будет сравнивать лучшие моменты из Достоевского с худшими из Шадова. Ну, и все, победит. Прекрасное сравнение. Опять же, вопрос. Почему именно композиционная сложность, это критерий деградации? Композиционная сложность может служить критерием в Дранао-Скодации. Во-вторых, откуда берется, что современно... Просто проблема заключается в том, что я же обосрался. ...композиционно проще. Вот, с чего мы взяли, что как бы современно... Композиционное искусство, один из критериев, может быть. Один из многих критериев. Давайте так ответим Василу. Но! Следующая посылка Васила правильная. Следующий аргумент Васила правильный, потому что с чего мы вообще взяли, что... ...копозиционный, например, постмодернистский роман. Спасибо, фанат Прэнзона. Не, нахер постмодернистские романы даже, друзья. Ну, то есть, есть намного больше того, что вот мы называем постмодерном. Современность, она переполнена литературой. Никогда такого не было больше. Да, вот есть современный постмодернистский... ...ссылка удалена. Спасибо, спасибо. Есть современный... Свойственно ли человеку совершать ошибки, кстати, смотря что считать ошибками. Ну, то есть, смотрите, если мы с теми, ну, например, скептицизма, вообще невозможно что-то достоверное, мы, в принципе, не можем совершить ошибку. Ошибка субъективно оценивается. Даже если вы умрете впоследствии своих действий, это не будет считаться ошибкой. Это сочтут ошибкой другие люди. А, постмодернистский роман. А, видите, ну, в 20 веке появилась самая сложная композиционная музыка, тут я же точно обосрался. Ну, очевидно, кстати. Тут, опять же, композиция, композиция. Да даже некоторый рок сложнее, чем классика. Чисто композиционно. Какие-нибудь Dragonforce переигрывают Бетховена по сложности композиции. Ну, может быть, не абсолютно, но в некоторой степени да. И по скорости, и по количеству, и по структурности. Ну, то есть такое, понимаете, оценочное. То есть, если мы возьмем лучшие произведения Dragonforce и сравним их, например, с худшими по композиции произведениями Бетховена, ну, непонятно, что Бетховен проигрывает. Чапаев и пустота. Голубое сало. Миротворец, ну, тут, понимаете, здесь не круче или не круче? Если мы сравниваем по уровню композиции, то, возможно, некоторые произведения Хачатуряна лучше некоторых произведений Бетховена. Ну, не знаю, вполне. Продолжим. Сорокина. Ну, Dragonforce, у них сложная музыка, где надо много-много-много играть. Там, в общем-то, за секунду каких-то мелодических моментов происходит колоссальное количество, и у классиков столько не было. Просто не было, они даже к этому не стремились. Как-то просто даже не думали строить композицию в таком типе. Там, я не знаю. Хотя Dragonforce, наверное, не новаторы. Полковнику никто не пишет. Габриэля Гарсия Маркес. Ну, это не совсем постмодернизм, но не суть. Так, понимаете, в чем дело? Мы имеем абсолютное право, знаете, что делать? Как Ежа. Сравнивать лучших представителей современного. А, ну ладно, Джон Дой правильно пишет. Dragonforce скорее сложность исполнения, а не композиции. Хорошо. Допустим, допустим, да. Хорошо. Принимаю, принимаю поправку. Есть там какой-нибудь этот самый, блядь. Ну, то есть, я, кстати, не уверен, что, например, тот же Лист, который виртуозно играл на фортепиано, смог бы исполнить композицию Dragonforce. Даже на фортепиано, кстати, да. Господи. Китайская энциклопедия животных. Борхес. Блядь, большинство литературоведов тебе скажет, Ежа, что современный постмодернистский роман, он композиционно сложнее, чем классический роман, там, 19-18 века. Большинство. Я только что про это читал, как бы, достаточно, ну, я про Сорокина читал, там, исследователь. Да, очень легко объяснить, почему современный постмодернистский роман композиционно сложнее, чем классический роман. Потому что современный постмодернистский... Да, согласен, Миротворец, я тоже сомневаюсь, что гитаристы Dragonforce смогут тоже сыграть Листа. Хотя, знаете, в чем я уверен? Гитарист Dragonforce сможет наиграть Листа на гитаре. Наверное. Наверное, Хара сможет. Модернистский роман, он взбирает в себя и модернистскую культуру, и культуру, там, золотого века, и культуру серебряного века. Он их все отбирает, он их перерабатывает, он ее совмещает с другими... А Полёс Шмеля, кстати, интересный. ...компонентами, да? То есть... ...следования про Сорокина я несколько читал, маргинальная философия. Но я, например, читаю сейчас такой сборник работ. Согласен с Василом, что некоторые произведения, в общем-то, постмодернизма могут быть сложнее. Понимаете, в чем еще проблема? Композиция постмодернистических произведений строится на отсылках. Отсылка, как приема, тоже усложняет композицию текста. И все. Как бы, и все. Ну, тут, получается, да, да. Ну, просто, понимаете, классики, наверное, не особо... Именно литература. Если литературу берем, они не особо скляжут. И не только русские, вообще-то. Просто представления композиции раньше были проще. Сейчас у нас больше требований композиции стало. И поэтому нам приходится писать сложнее. А это просто буквы на бумаге. Нет, композиционная сложность ко всему относится, не только в музыке. Опять же, ну вот, огромные... И в музыке просто... Но заключается в том, что и в музыке тоже. Тоже я же немножко не туда. А мы можем с прогрессом вообще по-разному, в общем-то, относиться. Смотря по какому критерию миротворец. Мы берем, знаете, я же взял абстрактную категорию искусства. Абстрактная категория искусства. И в абстрактной категории искусства говорит, вот, современное искусство хуже прошлого. Поэтому регресс произошел в этой области. Но мы говорим сейчас, а в композиции-то наоборот, в некоторых произведениях произошел прогресс. Лучшие произведения, там, не знаю, по композиции современности, лучше, чем... более сложно композиционно, чем одни из самых сложных произведений, в общем-то, по композиции в прошлом. Получается как-то так, да, получается. Выходит, действительно, похоже на правду. Но мы сейчас смотрели только, знаете, по какому критерию? По композиции. Но я же изначально взял искусство. Искусство... Сутью искусства в целом, он, знаете, что подразумевает? Морализаторство. А морализаторы, ну, классики, прям, ну, великие морализаторы своего времени. Если он считает морализаторство одним из главных критериев искусства, особенно прозаического какого-нибудь, ну, тогда, тогда, наверное, современные авторы проиграют. Знаете почему? Потому что печататься сейчас непосредственно, печатать романы с таким моральным подтекстом, наверное, пошло сейчас будет. Сейчас даже вот, ну, издатели, редакторы, читатели, знаете, будут таким презрением немножко относиться к человеку, который пытается морализаторство навязывать. То есть это будет печально. А вот в прошлом было хорошо. Очень многие современные композиции... Не знаю, как оценит визуальное искусство здесь тоже. Очень многие современные композиции... Знаете, в чем дело? Меня мой критерий по новизне, ну, вообще очень сильно устраивает по ряду позиций. То есть если автор придумал что-то новое, ну, он молодец. Не то чтобы он гений. Гениев в моей структуре вообще мировоззрения не существует. Но он просто молодец. Придумал новый тип композиции? Молодец. Придумал фортепианное исполнение? Молодец. Придумал очень много всего для музыки. Ну, прям супер молодец. Прям вот невероятно какой молодец. Именно придумывание. Сложность композиции? Ну, окей. Надрочить можно, в принципе, со временем. Это такой технический параметр. Технические параметры, они осуществляются, знаете, просто практикой. И многие могут до этого достичь. Композиции, они как бы сложнее. Вообще все виды искусства так или иначе пересекаются, как ни странно. И гораздо более... В играх, например, пересекается, ну, скульптура, потому что приходится лепить непосредственно фигуры разной сложности. Изображение, музыка и так далее, так далее, так далее. Ну, просто понимаете, в чем проблема? Раньше было лучше доказать сложнее. Ну, просто если мы хорошо разбираемся в современном искусстве, если мы, ну, более-менее шарим... Я, кстати, нехорошо, я плохо разбираюсь в современном искусстве. Но я, например, по своему опыту поэзии и прозы, я нашел намного больше, очень много интересных, крутых, неизвестных пока что писателей, поэтов, которые, ну, намного лучше классиков. Ну, на мой взгляд, я не знаю, ну... Только если брать самых лучших, гениальных классиков, которые были за всю историю человечества. Вот, какой-нибудь Гёте. Вот, вот, поэта такого уровня я не находил в современности. Ну, Крученого не читал. Ну, вот, проблема заключается как раз в том, что если мы выбираем, знаете, из всего человечества самого лучшего по какому-то критерию и сравниваем его с современностью, ну, скорее всего, современности не найдется такого. Как научиться читать? Читайте. Читайте больше. Интереснее в плане звучания, чем классические композиции. Да, вот у меня был стрим с Дашей Дерюгиной из группы «Помсомольск», посмотреть стрим, посвященный философии музыки, где она рассказывала про звук, про звучание. И она, ссылаясь там на современных музыкалей... Даша Дерюгина, она, во-первых, музыкант, и этот человек с музыкальную школу. Тут понимаете, в чем проблема? Музыкант, не музыкант, у музыкантов тоже разное мнение по музыке. Ну, человек закончил музыкальную школу, в принципе, насрать не аргумент, как бы. У нас есть Джон Дой, который тоже очень, знаете, так, плюралистично относится к искусству, и это хорошо. То есть, тоже допускает разные варианты. Но среди музыкантов колоссальное количество таких любителей классики, так скажем, которые оценивают только классику и любят только классику. Я много таких знаю. У меня большая часть людей-музыкантов... Нет, Just Your, вы не один из них. Я про Джон Дой. У меня огромное количество знакомых музыкантов, которые, ну, вот, просто вот догмать... Фанатики, фанатики, правильно сказать. Фанатики классической музыки, и они ни в коем случае не признают, что современная музыка хоть в чем-то превосходит классическую. Классики во всем превосходят, в общем-то, современность. Вот во всем. Во всем, и даже один какой-нибудь классик стоит всей современной музыке. Окончившей, по-моему, с отличием, если я не ошибаюсь. Говорю, что... Ну, насрать, на отличие, ну, то есть, вообще плевать. Самые современные, самые передовые эксперименты со звуком, они в рэпе проводятся. Современный рэп у... Да, да, согласен. Гораздо интереснее в плане звучания, в своих, там, как бы, в своих наиболее крутых вариациях, чем, как бы, чем классическая музыка, да? Окей, ну, ну... И это, блядь, мнение современных музыковедов. Это вот то, о чем Артем Рондарев говорит. Окей, рэп, хорошо. Фух, лал. Ну, у Васила сейчас другая проблема. Он сравнивает лучших представителей музыки прошлого с худшими представителями музыки настоящего. И, как бы, говорит, что он настоящим круче по какому-то критерию. Окей. Ладно. Ну, поэтов не музыка сильнее, на мой взгляд. Ну, то есть, смотря, смотря, конечно, мы на кого смотрим, надо лучших рэперов, может быть, выбирать по звучанию. Ну, я просто, я, честно говоря, я не знаю, что с рэперами. Рэперы как-то вот... Как-то вот... Как-то вот не очень, не в звучании, по-моему, наоборот, пытаются идти. Им больше в текст, наверное, хочется. По крайней мере, основная тенденция у рэперов, это как раз идти в текст пытаться больше. Не знаю, почему сообщения с твича быстрее доходят, но вот так получается. Джон Дой, ну, просто хоть что-то прокомментируйте. Ну, я, может, обосрался. Может, я зря смеюсь сейчас над Василом, на том, что они звучание гениальное в рэпе находили. Ну, может быть, какие-то, знаете... Какие-то композиции рэперские, может быть, действительно, поинтереснее в звучанию, чем некоторые классические. Ну, блин. А, Рондарев, журналист. Окей, все. Поехали дальше. Конкретный пример? Вот, от него, может, классическое искусство не имело свои... Это не пример. Ссылка на Хосе, Ортега и Гаста, это не конкретный пример. Хуйня. Во-первых, классическое искусство, если брать музыку, это зачастую была обработка мотивов народной музыки и прочего. А, во-вторых, она же не была. Совершенно не обязательно. Если это лист какой-нибудь, то да. Если это Бах, Бетховен и Моцарт, простите, где Врекрейн и Моцарт, то это народная музыка. И Бах, и Моцарт, и Моцарт. Найдите его, Бетховен и Моцарт. Ну, такое. Ну, опять же. Да, это была элитарная культура. Изусловно, в СССР были, например, классическая музыка есть и сейчас. Классическое есть там всякая. Галина Уствольская, блядь. Ну, ребят, классный экспериментальный хип-хоп. Я послушал, но что-то мне подсказывает, что вряд ли они прям получше. Больше рэперов даже не пишут музыку, только текст. Вот, да, например. Я не согласен тех, кто пишет текст, где есть ритм, но не мелодия вообще считать музыкантами. Вот те, кто пишет биты, они экспериментируют. И то иногда. Проблема заключается в том, что рэп очень большой жанр. И типичные представители рэпа скорее нас не удивляют звучанием. Ну, то есть, большая часть рэпа, которую я слышал за всю свою жизнь, ну, вот вообще не вдохновляет как-то звучанием своим прекрасным. Уменная классика, она тоже вполне существует. Как бы... Ну, а я же как бы обсирается во все четыре стороны здесь. Ну, бывает. В чем проблема? Так, а я не считаю, что наличие элитарной культуры какой-то это что-то плохое. Да, вот эти литературы тоже хороший пример, потому что у нас была русская классическая литература, да? Казалось бы. Ну, вы хотите сравнить Платона, древнего грека, с умственно отсталым китайцем современности, который уже сдох, которому голову отбили в боях, как бы, Иван, ну, поздравляю. Девятнадцатый век, Российская империя. Сравниваете одного из лучших с одним из худших, с тем, кто даже не претендует на философию, ну, круто. Ужас, тюрьма народов. И при этом у нас, вот, как бы, значит, поэзия, да, литература. Блин, Лил Пип. Художественное все расцветает. И в то же время Советский Союз, да? То есть, казалось бы, какой-никакой, но все-таки социальный прогресс, да? Если вам верить. В плане литературы полная жопа. Вот как так? То есть, вы просили крипериру, вот вам крит. Ну, кстати, я согласен, что большая часть советской литературы, которая котировалась, ну, это прям вообще очень плохое. Ну, то есть, это нечитабельная херня вроде Захара Прилепина. Хотя Захар Прилепин сейчас у нас пишет, но просто вот люди в Совке писали по многому так же, как Захар Прилепин сейчас. Почему в советской... Обращаю ваше внимание на аргумент Ежа, да? Кстати, про то, что у Баха и Моцарта не было народного, Ежа тоже обосрался, ну, скорее всего. То есть, опять же, блин, музыка, 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 вообще любое искусство, особенно нового времени, уже такого и более позднего, ну, оно очень часто отсылает к прошлому. То есть, это очень традиционное искусство, там много традиций, очень много традиций. Происходят, по сути, различные перевороты, но, блин. Вот. Охуительная структура аргумента. Ежа, почему культура деградировала? Объясните. Ну, смотрите, вот была Российская империя, где культура была заебись, а потом был Советский Союз, где культура деградировала. Вот поэтому культура, блядь, деградировала. Ну, это, конечно, нихуя не круг в аргументах. Я бы, кстати, знаете, как это объяснил больше? В Советском Союзе организовывались стандартные кружки различных писателей, поэтов, музыкантов, художников. Вполне стандартное искусство, которое мы учили то ли в академиях, то ли просто вот люди собирались по интересам. И эти кружки всякие, вот, союзы писателей и прочие чмошные организации, которые, знаете, ну, ничего не стоят, вообще ничего не стоят. Это нулевые организации, которые вообще надо распустить давно, чтобы они не обманывали людей, их деньги не захапывали, чтобы не спонсировались государством, если какие-то вдруг спонсируются внезапно. Вот не должно такого быть. Эти организации собирают в себе наиболее бездарных представителей поэзии, прозы, которые вместе кучкуются и, в общем-то, группой выталкивают из себя, вот, не дают проникнуть, в общем-то, к толпе, каким-то хорошим писателям, авторам, поэтам. Вот эта советщина в искусстве, она все еще у нас сохраняется. Поэтому именно в России это может быть объяснено приблизительно таким образом. Лихачева не читал. Или читал, но не понравилось. Деградация это нихуя не круговое определение деградации культуры. Да, мы деградацию культуры определяем как? Ну вот, деградировала. Кстати, я даже не скажу, что уровень именно композиционной сложности писателей советских сильно отличается от композиционной сложности писателей классических. Проблема не в композиционной сложности. Критерий композиционной сложности говно. Один из худших. Не знаю, новаторство, какие-то приемы, в том числе композиционная сложность. Вообще много критериев оценивания любого творчества, искусства, может быть. Очень много критериев. Но, блин. Ну, как бы, блин. Ну, лоу. И по некоторым критериям, ну, например, по композиции, наверное, советские чуваки вряд ли проигрывают классикам. Ну, потому что они копировали классиков и прибавляли даже что-то немножко свое. Кстати, относительно архитектуры ничего не знаю. Вот Дэн Дэнни, вот-вот ничего не знаю про архитектуру. Я вообще не оцениваю ее как искусство, на самом деле. Ну, да ладно. Хорошо. Допустим, там было много нового интересного. Ну, вот-вот, вполне готов с этим согласиться. Где он упал? В каких произведениях? Согласен, Дэн Дэнни, нельзя в одной стране развить все и сразу, согласен. Согласен? Какие произведения русской классической литературы были вот композиционно сложны? Если что, вот, например, романы Достоевского большинство, они нихуя не композиционные. Да, на самом деле я с Василом очень согласен. Знаете почему? Потому что у гребаного Достоевского, ну, например, братья Карамазовы, четверть романа, ну, ладно, я тут преувеличиваю, просто четверть романа, ну, там, условно, там, не четверть, меньше, наверное, тратится только на вступление. А потом, ну, начинаются диалоги, разговоры какие-то, и композиции там, как таковой, ну, в принципе, почти, нет, там мало композиции, мало сложных композиционных элементов. Как это сравнивать? Достоевский один из самых главных писателей России, ну, и при этом он не самый великий мастер композиции. Просто потому, что она ему была не нужна, он о другом пишет. Он просто вообще о другом вещает, автор как бы. А что по поводу бесов да говно? Мы уже обсуждали бесов, не люблю бесов. Ну, несложные. Ну, тут дело даже не в том, что плохо, просто, ну, Достоевского никто по композиции не оценивает даже, никто не говорит, смотрите, какой гений Достоевский, какая композиция, а? То есть, Василий Теркин, он композиционно сложнее, блядь, чем... Ну, здесь не знаю, может быть... Телкин, Василий Телкин. Василий, Василий Телкин. Чем бесы, например? Блядь, все более эгалитарно и все более. Беныш, вы сравниваете элитарную культуру одного времени с массовой культурой другого. Правильно. Возьмите, например, в плане той же музыки элитарную культуру... Я вам больше скажу, я вам больше скажу, массовая культура, как феномена культурологического до 20 века вообще не существовало. Потому что народная была культура. Ну, народная культура это одно, а современная массовая культура это совсем другое. А, ну, можешь сказать, что еще современная классика это одно, а классика прошлого это другое. Их тоже сравнивать нельзя. Поэтому мы сравниваем элитарную культуру прошлого и массовую современность. Ааа, ну это гений. Гений, гений. Просто сравнение. Грубо говоря, современная массовая культура... Она как-то аналогична классической культуре прошлого. Я не знаю. Блин, я же все в этом смысле очень плохо, кстати. Но, когда он начинает обсуждать искусство, ну, прям вот крайне плохо, крайне слабо. Она проигрывает не только элитарной культуре, там, 19-го столетия или ренессанса какого-то. Проигрывает в чем? Прости, господи, но она проигрывает даже народной культуре, культуре того же исторического периода. Хуня. Ну, то есть... Не-не-не-не-не-не-не. Смотря что с чем сравниваем, конечно. В народной культуре очень много простых композиций, текстов. Я не знаю. Давайте сравнивать народные частушки... Народные частушки с русским рэпом батловым. Что сложнее, что интереснее композиционно, а? Матерные русские частушки... Жанр более-менее, знаете, похожий. На мой взгляд, русский батловый рэп в данном случае будет покруче. Вот как ни странно. Я ненавижу рэп, но вот так вот получается. Непонятно, непонятно, что происходит. Частушки Юры Хоя. Но это уже смешанный жанр. Кататься идёт по всем фронтам. В народной культуре в чём? В каких её проявлениях? Не-не-не, вот ещё раз. Если мы берём... Ну, я же просто даже не пытался, видимо, ничего писать, никогда творить. Он просто такой, знаете, поверхностный читатель, который что-то в прошлом начитал. И всё. И всё, как бы. Ну, начитал классику, как и многие из нас, а дальше копать не стал, и творить не стал, и всё. И всё, как бы. И на этом строить свои суждения. Если ты расширяешь, блядь, круг феноменов, которых ты рассматриваешь, это не говорит нихуя в пользу. Не добавляет весомость. Штюрмер, по-милому, знает. Да, я же разбираюсь в культурах, да. В религиях, в религиях разбираюсь, хорошо. Да, так и есть. Особенно в некоторых разбираются. Но в искусстве что-то у него проблемы здесь. Прям большие проблемы, прям колоссальные проблемы. Если он на том же уровне, что и в 2009, в 2019 году остался до сих пор, ну... Ну вот, вот это вот очень плохо сейчас. Да, ци. Не только в элитарной культуре, но и народной культуре. Ну, Джон Дуэй, да, рэп это и есть усложненные частушки. Да, рэп это и есть усложненные частушки, просто они сложнее. Рэп сложнее. Рэп содержит в себе скороговорку, плюс ко всему, да. В рэпе есть ряд других каких-то элементов. Рэп сложнее частушек. Композиционно сложнее. С этим не поспоришь никаким образом. То есть, рэп композиционно сложнее. Всё. Ну вот, всё. И поезжай, рэп лучше частушек должен быть. По композиционному уровню. Мы не можем никаким образом представить себе, чтобы частушка, там, состоящая из одного куплета, там, четыре строки, композиционно была сложнее, чем большая рэп композиция, там, где люди обсирают друг друга с отсылками на культуру, при этом, там, не знаю. И так далее, и так далее, и так далее. Мы не можем себе представить такой ситуации. Вроде бы жанр об одном, какие-то опускания, низкий такой жанр туалетный. Но при этом туалетный жанр современности почему-то оказывается выше на несколько порядков именно, именно по параметру вот этой вот конструкции, конституции, чем частушки. Как же так получается? Интересно. Нет, вот сначала первый вопрос, давайте закройте, передавайте, первый, сравниваем элитарный. Любую, не только элитарную. Хорошо, но для начала, если мы возьмем элитарную музыку 18-19 века и сегодняшнюю элитарную музыку, каким выводом мы пройдем по сравнению? Сейчас нет элитарной музыки. Сейчас нет элитарной музыки. Есть современные... Если правильно сформулировать, она не нужна нахуй, кроме академиков. Не только академиков. Ее не слушают те, кто слушают массовую культуру, массовую музыку. Вот так это надо сформулировать. Она есть. Она есть. И она сложна. И можно сравнивать. Сейчас любой-любой может взять и бетховен включить и слушать. Он просто не будет этого делать, потому что ему это не нужно. Причем здесь бетховен нахуй. Есть современные композиторы, которые работают в традиции неоклассики, в традиции бетховена. Здесь можно непонятно говорить. Классика продолжает развиваться. Да, она продолжает развиваться, но она утратилась. Да лучше бы он сказал, что музыки вообще нет. Знаете, Маркус? Просто если бы он сказал, что музыки вообще нет, получилось бы, ну мы слушаем и слышим какие-то звуковые иллюзии. Это все не имеет никакого смысла. Те, кто слушают музыку, дегенераты и все. Это вполне приемлемая позиция. Понимаете, в чем дело? По сравнению с тем, что Еши говорит сейчас, даже отрицать существование музыки более приемлемая позиция. Ее можно обосновать как-то хотя бы. Мы можем обосновать, что музыки нет. Что музыка это иллюзия. А то, что Еши сейчас говорит, это такое. Она теперь недоступна только эксплуататорским классом, она доступна теперь вообще любому. Любой может ВКонтакте открыть и послушать. Да, и гораздо больше в итоге пропорционально. И что? Что это, блядь, доказывает? Что это, блядь, к чему? К чему? Я вот не понимаю, к чему вообще эта фраза про то, что любой может ВКонтакте открыть и послушать. Че это, блядь, за хуйня? Нет, джаз клевая тема, кстати, но джаз мне нравится. Хотя там, конечно же, композиции не дотягивает, чаще всего, во многих случаях, не дотягивает до классики в среднем. Но, но зато импровизация. С другой стороны, зато импровизация, как бы. Это нечто другое, да. То есть, грубо говоря, получается ваше сравнение с самого начала некорректно, просто потому что сейчас нету... Хотя Джон Дуэй правильно поправочку сделал, согласен. Мы это обговаривали на нашем стриме. Каков критерий, блядь, элитарный? Критерии элитарности имеется в виду то, что ВКонтакте нельзя зайти послушать? То есть, элитарная музыка, это которую нельзя послушать ВКонтакте, что ли? Джон Дуэй неправильное замечание сделал или я неправильное замечание сделал? Я не понимаю, как это, каким образом это может являться аргументом. Я не понимаю, каким образом это, если это вообще аргумент, это должно работать. Которые, например, слушают какие-то, каковы, нишевая, которые слушают... Да, но она не элитарная, это идет некорректное сравнение. То есть, да, и определение элитарной музыки. Проблема заключается в том, что, да, ограничение, ограниченный доступ к музыке, критерии элитарности... Да, видите, Маркус пишет, Apple Music получается элитарная тогда, с какой-то стороны. С другой стороны, понимаете, в чем дело? У крестьян, у которых не было доступа к элитарной музыке, у них просто вообще ни к чему не было доступа. Они в поле были. Ну, окей, понимаете, он, сармат может дать... Ну, на самом деле, не знаю, беседа о том, что джаз это жалкая калька или ремикс классическая, это даже можно доказать. А проблема в доказательстве позиции Ежи, ну, в опровержении Ежи в другом вообще. То есть, его легко разнести по другим позициям. В этом проблема в доступе есть. Он очень много всего не учитывает. Конечно. То есть, в данном случае, мы как-то видим прогресс и доступ к музыке, который раньше имел лишь... Григорем, блядь, ну, тоже, конечно, не догоняет. Согласен. Блядь, проблем не в том, что, как бы, Ежи не замечает прогресс, да, там, где ты его замечаешь, там, где Григорий его замечает. Проблем в том, что у Ежи и Даниила изначально, как бы, разное понимание прогресса. Это очевидно любому, кто бы, там, несколько минут послушал. Согласен, спасибо. И, на самом деле, правильная позиция в споре заключалась бы в том, чтобы каждый из них дал свое определение прогресса. Своё определение элитарности. Ну, это, блядь, конечно, ну, это, это, пиздец, ход мысли нетривиальный. Философия нахуй не нужна, как сказал Даниил со мной на стриме. Философия – это всё хуйня, да. Ежи тоже считает, что философия нужна только, чтобы деньги зарабатывать. Конечно, до этого ни один из, значит, спорщиков не смог, да, ну, пока вот за 6 минут дискуссии ни один не смог додуматься для того, чтобы, блядь, а может быть, стоит первичные посылки прояснить, да, что мы, собственно, имеем в виду. Да, Ежи за золотой век так и получается, да. Да, это что доступ становится шире, то есть сама культура становится всё более элитарной, но при этом она деградирует, потому что никому это классика с высоким уровнем композиционной сложности просто уже не нужна. Самая херня заключается в том, что Ежи цепляется за композиционную сложность. В этом смысле он вот вообще прям проигрывает. Вот именно критерий композиционной сложности – это более-менее объективный критерий, то есть его можно как-то вот проявить, просмотреть. И в этом смысле, ну, Ежи просто приводит неправильный аргумент, ложный, скорее ложный. Если бы он, знаете, как-нибудь попытался что-то посложнее сделать, вот было бы интересно. Почему огромное количество? Потому что все будут слушать Бейса и, ну, пропорционально сравните, сколько людей слушает современную массовую культуру и классическую культуру. Проблема в том, что Бетховена, когда Бетховена творил, его тоже слушало отнюдь не большинство. То есть тут Ежи такое впечатление, что он, Ежи такое впечатление, что запутался в своем собственном критерии. Потому что что он говорит сейчас? Да, Джон Дуэй, давайте скажем так, вы не знаете, какая была музыка в античности. Поэтому мы не можем сказать, что вот, какой уровень был музыки в античности. У нас нет данных. Или у вас есть данные? Я просто, я не знаю, откуда взять. Бетховен? Да, если резюмировать, так и получается. Ежи не хватает образованности в вопросе. Да не то, что образованности, здесь даже фантазии не хватает, понимаете? Просто когда вы создаёшь... Ежи несколько лет, несколько лет придерживается одной и той же позиции. За несколько лет ему в голову не пришло даже, ну, в общем-то, видимо, проверить критерий композиционной сложности. Ему не хватило, в общем-то, проверить вот это свое утверждение, послушать какую-то современную классику. И узнать, что там, оказывается, бывает довольно-таки высокая тема композиционной сложности. Здесь не нужно образование. Здесь достаточно возможности что-то допускать. Понимаете? Тут достаточно допустить. Ежи не допускает этого. Ежи просто пытается оправдать свою позицию элитарности. Он мог бы просто сказать, да, я за элитарность. Классика элитарна чисто символически. Нам плевать на композиционную сложность, просто вот поскольку классика для элиты, ее слушает элита. Хотя классику сейчас любое быдло слушает, честно говоря. Ну, не важно. А классика для элиты. Поэтому я считаю, что классика лучше. Все. Чисто все сошлось, все хорошо, все замечательно. Вместо... Какую-то композиционную сложность, которую разнести, ну, вот-вот-вот так вот можно. Вот по щелчку пальцев просто. Ну, Ежи сейчас вот именно в этой позиции он как Сноб себя показывает. Хотя Ежи, понимаете, он не должен быть специалистом во всем. Он же не творец, он не искусствовед. У него здесь просто, знаете, свои вкусы. Он использует искусство как один из аргументов для подтверждения своей позиции. Хотя для того, чтобы доказать его позицию, нужно прибегнуть куда более нетривиальному подходу. Я даже не знаю, насколько нетривиальному. Здесь доказательства, ну, очень сложно делать. Я согласен с Джоном Дой, что современная классика элитарнее, чем старая. Ее меньше слушать. Согласен, я согласен. Вот в том-то и вся проблема, конечно. Согласен, нахуй никому не нужен. Да, мало кому нужен сейчас. Все будут слушать Фейса. Окей, когда Бетховен работал, Бетховен, что, все подряд, что ли, слушали? Что это за хрень, блядь? Не, ну, были, конечно, композиторы, вот типа Вагнера, которые реально были популярны. Но все равно это явно большинство людей, да, большинство жителей. И то Вагнер был популярен у определенной группы людей, как бы. У большинства жителей они вообще ничего не слушали практически. Там, то есть Германия или Австрия, да, крестьяне, они не слушали классики. Я не знаю, за что он листа засирает, хотя у листа, по-моему, композиционная сложность одна из самых высоких среди классиков. Я не понимаю, что творится в голове у ежих. Я, честно говоря, не понимаю. Академическую музыку. Культур предшествующих исторических эпох, когда она была доступна только элитариям. Очень просто. А сколько эти элитарии составлялись в целом от населения? А это уже даже не важно, потому что мы то оперируем в современности и говорим о том, что у нас сейчас какой-то прогресс происходит. Так, по-не же, получается, что и сейчас ничего не изменилось. Что сейчас элитарную музыку слушаю те, у кого образование не слушали. Пусть они не слушали Вагнера. И раньше слушаю те, у кого был к ней доступ, да. Шо-то-шо-то, как бы, есть у тебя доступ, слушаешь, нет доступа, не слушаешь. Ну, а прогресс не происходит. Классическую музыку, хотя, опять же, не знаю, почему именно классическая музыка должна быть, не знаю. А я не знаю, почему именно классическая, потому что я с самого начала сказал, что мы сравниваем не только элитарную музыку, но и народную. Потому что современная массовая культура проигрывает по уровню композиционной сложности не только элитарной. А вот это херня. А вот это херня, потому что если мы сравниваем народную музыку, смотря каких народов, во-первых, надо народы искать, какие-то определенные, понимаете. Причем, опять же, понимаете, что неадекватно. Мы берем нашу одну эпоху, буквально вот там 10, 20, там 30, 40 лет и сравниваем их с тысячами лет. Какое прекрасное сравнение. Ну, то есть, ну, блин, ну вы серьезно, что ли? Ну, то есть, ну, блин, это серьезно. Это прям вот на полном серьезе можно сравнивать многовековую, многотысячную историю музыки, в которой еще и отбор проводился, видимо. Не только музыки, кстати, литературы, музыки. Тупо с современностью. Окей. Окей. Ну, какая-то неравная битва, конечно. Битва может быть равной только в том смысле, что в современности, наверное, больше всего писателей, поэтов, музыкантов, чем когда-либо за всю историю человечества. Вот только в этом смысле можно. Сейчас каждый человек, у которого есть компьютер, может написать музыку. И каждый дегенерат, у которого есть ручка и листок, может написать стихотворение. Ну, грубо говоря, алиста возьмите какого-нибудь, который очень часто в народной мелодии использовал. Сравните это с Лейсом каким-нибудь или, там, не знаю, Ким Кардаш, или кто там еще поет ртом сегодня. Кого? Что? Еще раз. Я понимаю, именно классическое, потому что я с самого начала сказал, что мы сравним только литеральную музыку, но и народную. Потому что современная массовая культура проигрывает по уровню композиционной сложности не только элитарной культуре предшествующих столетий, но даже народной культуре в тех же исторических периодах. Ну, грубо говоря, алиста возьмите какого-нибудь, который очень часто в народной мелодии использовал. Сравните это с Лейсом каким-нибудь или, там, я не знаю, Ким Кардаш, или кто там еще поет ртом сегодня. Я просто плохо ориентируюсь в современном масле. По какому критерию будем сравнивать? Ну, то есть, по какому критерию мы сравниваем фейса, допустим, фейса, с народной музыкой? По какому критерию? У фейса бит, фейс говорит много разных слов. А, он листа с фейсом сравнивает? Да, лист это прям вообще народный композитор, прям музыкант народа просто. В народе же все так играют, правильно? Мне не показалось, что он листа реально сравнивает с фейсом, да? И что лист это типа типичный представитель народной музыки. Мне не показалось, да? Мне не показалось. Я действительно переслушал, я просто решил еще раз прослушать это, и опять не услышал. Ну, конечно, лист круче фейса. По музыкальности это, да, и по сложности композиционной, но безусловно. Ну, лист просто чуть ли не круче всех по этому параметру. Ну, на мой взгляд, насколько я знаю. Я более сложных по композиции, ну, наверное, никого не назову. Может, по Ганине, только сложные очень. Не, серьезно. Блин, лист музыкант от народа, получается. Народный, народный музыкант. То есть, каким своим группой, например, комус или группы дно. Ну, сравните уровень партитуры, как бы, где-где композиционный сложности больше. Все просто было. То есть, это настолько очевидные вещи, что... Настолько очевидные вещи. Я не очень люблю русских авторов, композиторов, но что такое очень интересное. Для России супер. То есть, важна сложность там описать. Игорь, ну, да, были мотивы народные местами, он это раньше сказал. И чё? Какого хера он сравнивает листа, у которого были местами народные мотивы, с фейсом, который не претендует на непосредственно классичность, академичность? То есть, какого хера он сравнивает одного из самых лучших композиторов своего времени с рэпером? С не самым лучшим рэпером? Что? Что? Что происходит? Тут понятное дело, что он сравнивает несравнимое, несопоставимое. Сравнивает, как бы, худшее с лучшим, опять же. Так не делается. Так нельзя делать. Это, ну... Ну, вот нельзя так делать. Да вот просто, ну, вот, блин. Иначе я могу доказать всё, что угодно. Вообще всё, что угодно. Можно доказать, взяв худший пример с худшим. И всё. Ну, то есть, ну, охереть. Конечно, я же с самого начала сказал, что критерий... Супер, сравнивает доказательства через примеры, где мы, очевидно, делаем подлог какой-то. Почему критерий, это именно сложность? Это первое. Ну, вот, блин, жёстко, жёстко, жёстко. Иотас, там ниже на стриме были композиторы классические, современные, академические. Можете послушать. Ну, то есть, блин, непонятно. Ну, человек использует народные мотивы. Но, наверное, знаете, надо сравнивать народ, народную музыку с другой народной музыкой. Ну, например, там, ну, рэп. Рэп, допустим, сейчас некий аналог народной музыки. Берём народную музыку, частушки, и берём фейса. И сравниваем, кто лучше, частушки, там, не знаю, или фейс. Честно, по композиции сравниваем. Это же простой, очевидный критерий. Кто сказал, что искусство лучше тогда, когда оно сложнее? В истории были целые... Позитивно оценивать искусство можно по многим критериям, включая композиционную сложность. И композиционная сложность может служить позитивным критерием оценки для произведения искусства. Но не всегда. Один из критериев, это не значит, что это абсолютный критерий. ...периоды, которые для искусствоведов очень интересны. Да, правильно. Композиционной сложности там нет. Как раз потому, что, вот как это я объяснил, так вот и есть. Которые искусствоведы очень ценят, когда искусство шло по пути упрощения. Да, да, бывает. Бывает. И иногда путь упрощения, это творческий путь. То есть, для того, чтобы сделать что-то творческое, нам приходится делать большой откат в композиционной сложности. Это обычное дело для человека, который создает что-то новое. Да, вот таких периодов навалов. Искусствоведы скажут, что это было очень круто, очень здорово. Это был прогресс. Ну, круто, здорово, оценочные понятия, ну окей. Да, то есть... Ну, просто по композиционной сложности. Абсолютизировать критерии от композиционной сложности, ну лол. Модернистское искусство, авангардисты, авангардисты. Ну, не знаю, тогда в поэзии, ну, например, кто по композиционной сложности будет круче всего. Человек, который писал какими-нибудь, ну, не знаю, игры слов какие-то там постоянно впихивал. То есть, у него все совсем рифмуется, например. Текст при этом абсолютно бессмысленный и тупой. Но вот композиционная сложность будет сложной. Невероятно крутая. Джон Дой спрашивает. Как вообще можно слушать бабангиду, гражданскую оборону и жаловаться на упадок композиции? Ну, миротворец здесь не самый большой. Понимаете, композиционная сложность может зависеть от множества звуковых элементов, рифм, других каких-то... Я забыл многие слова греческие, прекрасные, которые описывают различные технические элементы. Ну, в общем, тут неважно. Вы понимаете, о чем я речь. Риторические фигуры одновременно. Куча-куча всякого дерьма мы туда напихиваем. Всяких технических элементов. Все. Композиционная сложность есть. Как бы. И это произведение будет типа самым лучшим по ежу тогда. Я могу сидеть завтра... Ну, ладно. Я могу неделю покорпеть над этим и написать самое лучшее композиционное произведение за всю историю человечества. Но в нем не будет ни капли смысла и, наверное, ни одного осмысленного предложения просто в нем не будет. Но это будет самое великое композиционное произведение в мире. Понимаете? Вот оно. Вот оно. Оно композиционно гораздо проще, чем Мишки в лесу. Есть ли мысль по поводу проведения совместного стрима с Данилингом? Данилинг? Это Данилинг или Данилинг? Кто это? На тему альтернативное искусство? Если мы кто-то пригласит, я отвечаю позитивно почти на все предложения. При этом концептуально, на уровне концептуально, на уровне идеи, на уровне того, что художник... Не знаю, Данилинг. Если что, ну, пусть он меня пригласит, я за. Или я его, посмотрим потом. Нет, понимаете, угнетатель, композиционная сложность критерий, но не абсолютный. А, Данилинг, окей. Миротворец правильно пишет. Хай Басе вообще писал трехсложные хайку. Но если мы будем сравнить его по композиционной сложности с Пушкиным, он проигрывает. Но есть и другие параметры, по которым мы можем позитивно что-то оценивать. Падывает. Мишки в лесу рядом не стоят, блядь, с Авангардом. Или там с... Я не знаю, с Квадратом Малевичем, да? При том, что технически мишек в лесу нарисовать сложнее. Но мишки в лесу, это как бы идея, это неинтересное искусство. Это как раз-таки пример того, когда композиционная сложность, мишек в лесу, она как раз-таки понятна плебеем. Да, согласен. Но эта композиционная сложность условная, это не самая высокая композиционная сложность. Просто понимаете, если человек создаст произведение искусства невероятно крутое композиционно, настолько крутое композиционно построенное искусство, которого еще никогда в мире не было, он заслуживает внимание, это нечто новое, это заслуживает нашего, в общем-то, почтения, нашего одобрения. То есть, понимаете, 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 композиция может служить хорошим критерием, иногда даже надежным, то есть, пойдет. Но это не абсолютный критерий. Критериев оценки искусства неограниченное количество. Мишки в лесу очень сложно нарисовать, ну, достаточно сложно, да? А черный квадрат, его нарисовать легко. Черный анус Васила легко нарисовать. Черный квадрат нарисовать очень легко. Его может как раз-таки любой нарисовать, но при этом плебей поежит, человек не обр... Дэн-Дэнни, вы тут написали, опять же, что сложнее? Непонятно, что сложнее, потому что это вообще разные вещи. То есть, да, рисовать что-то вот такое сложное, но используя уже известные техники, это тяжело. Вы много лет будете этому учиться. С другой стороны, тяжело придумать что-то новое, какую-то простую новую композицию. Это тоже тяжело. Но в другом смысле. Это совершенно два разных типа подхода. Это два разных движения. Многие классики не стремились к новаторству. С другой стороны, некоторые классики стремились к новаторству. Образованный, он, конечно же, лучше поймёт, блядь, мишк в лесу, а не чёрный квадрат. Понимаете, угнетатели, нечто может быть тривиально, но актуально. Это к вопросу о том, насколько... Или нетривиально, гениально, невероятно, но неактуально. И вообще не понятно, что такое актуально, для кого актуально. Композиционная сложность плохой критерий, если мы говорим об убатке культуры, потому что, если мы будем судить по композиционной сложности, то получится, что культура развивается. Вот в чём проблема. Сганлер, это один евро. Недавно беседовал с чуваком об анархизме. Ну, то есть, друзья, давайте так. В современности существует такой жанр искусства, который называется гиперреализм. Живопись. Живопись непосредственно. Гиперреализм. То есть, люди рисуют так, как будто бы это, ну, фотка. Прям вот настолько круто, настолько вот основательно всё прорабатывает. Это очень сложные техники, очень сложные методы. Это значительно сложнее академического искусства, в том смысле, что это тупо сложнее нарисовать такое. Академики, кстати, не любят такой стиль. Они часто, ну, прям вот горит от гиперреализма. Ну, неважно, неважно. Так вот, получается, опять же, современные авторы превосходят авторов прошлого. Даже великих мастеров, которые там, ну, невероятно, что-то круто тоже рисовали, но вот сейчас умеют круче. Именно по критерию похожести, сложности и так далее, и так далее, и так далее. Дэн Дэнни пишет, гиперреализм и хуйня, и никому не нужен. Но при этом сложность там выше. Выше мишек в лесу намного. И он обвинил меня в атеизме, что я допускаю в таком случае грабеж и убийство. Мы не одобряем. Я ему привел пример с Петровым многочисленным... Гиперреализм, как рэп для телочек, только нарисовать его значительно сложнее, чем что-либо вообще. То есть, влажные евреи подвел аргумент в пользу рая для евреев фрагмента запакалипсиса про колено. Где я ошибся, любви. Ну, Дэн Дэнни, давайте, попробуйте в гиперреализм. Я не знаю ни одного академического художника, который мог бы пойти в гиперреализм хорошо. Ну, вот. Ну, от того, что там рисует позер, это не значит, что он проще. Это сложный стиль рисования, и такое повторить непросто. Ну, вот все. Скандер, извини, но я ничего не понял. По композиционной сложности это будет сложнее. Все. Вот-вот и все. Причем здесь анархизм и атеизм. В чем ваш спор состоял, я вот не очень понял. В том, что ты анархист и атеист. Я не понял, какую позицию отстаивал ты. Это не очевидно из твоего вопроса. Окей, осьминог-модератор, давайте. За сколько времени вы нарисуете картину в стиле гиперреализм? Осьминог-модератор, прошу вас, скажите. Вот у нас художники появились в чате. Осьминог-модератор, прошу. За сколько времени вы нарисуете работу в жанре гиперреализм? И за сколько обычную академическую? Академическую вы там месяца за три, да, вроде, заканчиваете. Какую позицию отстаивал? Просто мне непонятно, почему вы гиперреализм хейтите. Ну, то есть, странно. Именно по критерию сложности создания. С учетом, что никто из вас, как я понимаю, не работал в данном жанре. Даже Дэн Дэнни, будучи художником. И даже осьминог-модератор. Ой, за недельку. За недельку и получится хороший гиперреализм. Серьезно, осьминог-модератор? Ну что, давайте. Дэн Дэнни, осьминог-модератор. За недельку давайте нарисуют нам картины в жанре гиперреализма. И посмотрим, насколько они будут фотогеничны. Смогут ли они повторить фотографию какую-нибудь. Абсолютно, полностью. Твой оппонент и что ты пытался доказать ссылкой на апокалипсис. Прости, но я не могу сказать, в чем ты ошибка. Потому что я не понимаю, что ты, собственно, хотел заказать. Композиционная сложность. Я начал с этого. То есть, если бы все слушали авангардный тональный джаз, то это было бы признаком развития? Нет, потому что там... Ну то есть, там сложная работа с тоном получается. Это сложная техника, но она вбирает в себя исключительно тоновую работу. Ну окей. Это сложная тоновая работа. Очень сложная тоновая работа. Ну вот вы понимаете же это. Ну вы же художник. Ну тоже. И вы, наверное, не умеете рисовать в данном жанре. Ну потому что мало кто пробует. Ну это тяжелый жанр. А с другой стороны, я понимаю, что и другие критерии изобразительного искусства, ну они тоже, тоже сложны и тоже... А, я умею, мне лень. Ну то есть, смотрите. Осьминогу-модератору он умеет, ему лень. Дэн-Дэнни тоже умеет, ему тоже лень. Всем это легко. И всем это типа легко, но им лень как бы. Потому что надо много времени на это затратить, видимо. Неинтересно. Там... А другое дело, смотрите, что это неинтересно, что это фотка и что это скучно, и там почти ни на чем работа не идет как бы с содержательным. А другое дело, что это сложно нарисовать. Что это технически и композиционно может быть сложнее. Причем композиция здесь понимается не в классическом смысле Академии. Ну как вы это, в общем-то, понимаете. расположение предметов на непосредственно поверхности предметов, цветов, соотношение цветов, тепло, холод. Вот не про это речь здесь идет. Не только про это. Все-все могут в гиперреализм. Представляете, ребят, сегодня все оказываются могут в гиперреализм. Я охерел. Ну опять, здесь можно было включить уже другую критерию, помимо композиционной сложности это наличие. Ну, кстати, еще, понимаете, в чем проблема? Ну, если мы понимаем здесь композицию не в смысле вот-вот-вот живописи, то есть, ну, тут получается гиперреализм, наверное, будет сложнее просто. В некотором смысле, а в некотором нет. Все-все-все тут на самом деле просто. Гиперреализм сложный жадр, сложный жадр. Хотя он неинтересен, я согласен, но мне тоже неинтересен. Я не люблю картины в жадре гиперреализм. Но просто вот по такому техническому, именно чисто техническому ремесленному мастерству, ну, по-моему, я круче ничего не видел. Чисто такое вот ремесло в чистом виде, который только можно представить себе. Вот, я бы как-то так его оцениваю, но при этом он сложный. Греховец, да, он пишет, так если это гиперреализм, я тупо фотку распечатаю, скажу, что это нарисовал. Вы маслом, маслом, маслом. Мы будем проверять на состав. Мелодики определенные и так далее. Можно какие угодно критерии включать. Как бы, а можно включить критерии, блядь, я не знаю. Есть текст, нет текста. Причем в обе стороны. А может сказать, что музыка без текста сложнее. Анастасия, шли их нахер, 100 рублей. Я ебал в рот всю сложность в искусстве. Проблем не в том, что ты ебал в рот. Проблем в том, что, во-первых... Так, ребята, любая сложная композиция в этом и заключается. Вау, прикольно, чел задрочился. Вот в чем заключается критерий композиционной сложности чаще всего. Если мы не подразумеваем какую-то специальную терминологию здесь, если мы подразумеваем именно сложность... Вот Ежи говорит о более простом, о более общем таком понимании композиции, как я понимаю. Именно сложность. Он под словом композиция подразумевает сложность и некую систематичность. Все. Все как-то. Какие-то конкретные отдельные проблемы нет? Ой, композиции там обычно примитивные. Но осьминог-бодератор, знаете, в принципе, а где непримитивные композиции, пожалуйста? Ну, то есть вы каким-то особым образом ставите предметы, которые вы... ...на картине и говорите, что это непримитивно. Но, понимаете, в чем дело? Именно с точки зрения ремесла сопоставление этих предметов на картине, ну, это несложный процесс. Вот просто это несложный процесс. Вы просто выбираете, что вы где поставите, что с чем соотносится, и вы приблизительно уже знаете, что вот с чем должно соотноситься и что где приблизительно могло бы находиться. Здесь немножко по-другому, немного разные процессы. С одной стороны ремесло, а с другой стороны выбор какой-то появляется. По-другому, именно сложность должна быть критерием, а во-вторых, кто сказал, что искусство сейчас проще, чем стоили 200 лет назад. Это на самом деле ниоткуда не следует. Ну, то есть, ну, ребят, ну, давайте нарисуйте гиперреалистичную картину, учитывая все прочие параметры академического искусства, прибавьте к этому гениальную композицию, и вам получится зрелый академический гиперреализм. Все, все. Вы композиционно обгоните всех, не композиционно, но в смысле в деле сложности вы обгоните всех мастеров прошлого и всех классиков, вообще всех, кого только можно. Ну, Дэн Дэнни, я здесь говорю про то, что это предмет другого рода. И в некотором роде он проще, чем сложно задрачиваться над ремеслом. Да. Пример с постмодернистскими романами. Кредит я еще не закрыл, осталось 7 тысяч. Вот у меня здесь показано, сколько осталось. Уже приводил. Ну, я сегодня очень много, много заработал, и большое спасибо, друзья. Может быть, в ближайшее время и закрою. Или пример современной классики, или пример современным, даже пример современным рэпом. Ну, гиперреализм отрицает работу со светом, ну и что? Ну, опять-таки, в искусстве так. И что? Зато он другую работу разрабатывает. Существуют разные критерии. Просто вы попросили, вы попросили какой-то один критерий, я вам его... В искусстве ежи, да, существуют действительно разные... Осьминог-модератор, все, делайте непосредственно сами материалы, все, ремесленно. Продолжать. Для гиперреализма производите сами. ...критерии. И в искусстве, блядь, не существует однозначных критериев прогресса и регресса. То, что ты говоришь по поводу того, что искусство... Искусство не существует просто, на самом деле. Искусствоведы, балабола, просто вот и все. Деградировал. Не имеет никакого отношения к... Нет, Дэн-Дэн. Работа со цветом нет, нет. Изображение строится не только на одном цвете. Оно строится в том числе на формах. Опять же, на композиции. Как вы говорили, может строиться на композиции. Критериев невероятно много. Вы здесь очень сильно себе сужаете. Теория искусства. Сами искусствоведы, большинство искусствоведов... То есть, вы сужаете границы в академизм, получается. Работу с цветом выводите вперед. Мне нравится такое. Понял, понял, да. Ну, если вот... Ну, получается, что работа со цветом в гиперреализме, ну, там все с неплохо. Понятно, окей. Окей, хорошо. Ну, то есть, вы можете обойти всех по другим прочим критериям, кроме цвета, правильно? Окей. Окей. Ну, то есть, вы по другим критериям сложности можете обойти всех, но кроме цвета. Тоже отлично. Как бы тоже совершенно прекрасно. Руссоведов не согласятся с твоим... Хотя я тоже не понимаю, как он отрицает работу с цветом так-то. Кодом, который, блядь, выдвигает... Ну, видимо, из-за того, что изображение должно соответствовать фотографии, нельзя играть со цветом. Но с другой стороны, вы можете выбрать изображение или момент, ну, то есть, что-то вот, какой-нибудь объект в мире, в котором цвета расположены правильным для вас образом, либо распределить цвет так правильно поставить и нарисовать все гиперреалистично и так, да? Ну, в принципе, вы поиграли со цветом в реальности и просто потом перенесли реальность непосредственно на холст. Регал охуительный там Фридрих Нинши, охуительный Хосе Артега и Гассет, охуительный... Окей, Дэн Дэнни, мы слово форма не в правильном значении употребляем, ну, то есть, блин, ну, я не знаю, что делать. Давайте гиперреализм. Работа с тоном, там, бла-бла-бла. Давайте гиперреализм, картина. Портрет карандашом, вот он. У нее, у головы есть форма, все. Как бы, все, у головы есть форма, гиперреализм. Лицо. Есть форма. Форма есть, все. Цвет есть. Представьте, цвет есть. Цвет есть, форма есть. Все, форма, цвет, еще и тени поставлены, а? Ничего себе. А Дэн Дэнни говорит, ничего этого нет. Как это работает, я не понимаю. Но я понимаю, что у художников свои там личные предпочтения, они не любят гиперреалистов, там, по своим критериям. Смотрите, тоже арт, видимо, да? Я не могу отличить фотку, кстати, вот... непосредственно картины, может быть, это и не картина. Ну, смотрите, форма есть. Да, гиперреализм, где все крайне реалистично выглядит, но при этом нарисовано руками. Композиционная сложность не картина. Не картина. Не картина. Не картина. Не картина. какая-то придумана и что-то вот задумка какая-то. Это лучше большинства классических картин, которые я видел. Это круче большинства мастеров, понимаете? Ну, то есть, вот. Дэн Дэнни пишет. Есть цвет, а есть работа с цветом. Окей. То есть, когда вы выставляете цвет для того, чтобы нарисовать предмет, это не есть работа с цветом? Вы с чего взяли, что вообще, ну, не ведется работа с цветом? Во-вторых, мы должны передавать форму. Окей. Вы можете менять форму во время гиперреализма. А что вам мешает-то? О, в изобразительном искусстве надо работать с выразительственным образомом. А почему надо? Кто вам сказал, что надо? Кто вам это затянул? А кто вам вообще догматически вас убедил в том, что надо над всем этим работать? Ну, окей. Надо, не надо. Как хотят люди, так и работают. Ну, ритмическая работа, я даже не понимаю, о чем речь сейчас просто. Ну, я Николас Гомес довела. Великие знатоки искусства, безусловно. Но в целом нужно вообще вам, я не знаю, вы читали или нет, есть целый... Ну, то есть, получается, да, либо в художественной школе, так сказали, либо где-то прочитано, либо автор сам так работает. Ну, а как угодно можно. Можно как угодно. Если есть рисунок, есть изобразить живопись. Понимаете? Есть любой рисунок. Я не знаю, я нарисую сейчас где-нибудь, что-нибудь сейчас нарисую, это будет уже, по сути, примитивный рисунок, примитивное изображение. Где ручка-то? Есть хотя бы ручка-то у меня где-нибудь? То есть, мы можем вообще все, что угодно сделать. Где? 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 Где ручка? А? Я же записывал. Сейчас покажу вам живопись какую-нибудь. Я нарисую прям непосредственно. Вот живопись. Друзья, это тоже картина. Это, не знаю, академическое искусство. Это называется сфера шадова. Все. Я победил. Все, что хочу, то и дело. Я работал с формой, с цветом. Я специально выбрал синюю ручку. И она отлично соотносится с белым. Я поработал со всем. И ритм движений формируется благодаря моим вращениям вокруг. Вот видите, все, здесь ритм есть даже. Я его навращал вокруг определенной оси по определенной, в общем-то, структуре. Я думаю, я молодец сегодня. Я еще худопреждение искусства сделал. Пласт, грубо говоря, право социологов. Победа. Победа современного искусства. Вот. Победа над мастерами прошлого. Только что Александр Шадов победил мастеров эпохи Возрождения. И философов, которые критикуют массовое общество именно за деградацию культуры. Я не знаю, вы знаете. Да, Хосе Артеги и Гассеты. Я не за... Я не в ежизм впадаю. У меня, наоборот, крайне раскрыты критерии искусства. Я, то есть, практически все считаю критерием. Понимаете, в чем дело? И в контексте гиперреализма, ну, он сложный. И в нем есть все те элементы, которые вы так или иначе отрицаете. Может быть, в некотором упрощенном смысле. Но они есть. Их не может не быть. Просто вы говорите о каких-то своих, видимо, академических фишках, которые вы как-то по-особому называете, и говорите, а у других их нет, а мы молодцы, а все хорошо, а все остальные дураки, а вот это неправильно. А вот это, на мой взгляд, неправильно. И Николас Гомес довелает великие социологи. Да, тоновой работы действительно не хватает, на мой взгляд, но я поработаю над этим потом. Поработаю, поработаю. И вот прям статистика, выборка была очень такая точная, да, эмпирические исследования, соцопросы, критерии внутренние непротиворечивые. Это, конечно, социология, пиздец, вот, на уровне. Он меня спросил, можно ли при анархизме, в моем понимании, убивать и грабить, я ответил, что можно попытаться. Это, кстати, согласен с тем, что как раз ежизм, ну, то есть, определенный снобизм, причем связанный с том, что я понимаю, что Дэн Дэни, вы отличный художник, я уже видел ваше мастерство. И Сминог Модератор, тоже отличный художник, его мастерство я тоже видел. Но вы просто сужаете критерии отбора, да, очень вот такого вот маленького, и говорите, вот это вот лучше, это хуже, по определенным вот таким вот нашим правилам, а есть еще и не ваши правила. Просто есть еще и не ваши правила. Вот и все. Не одобряю. Я, Бога, отрицаю. Привет, Анастасия Шлимахер. Я не знаю, с чего он подумал, что ты Бог. Дэн Дэн, да, действительно, простите, что я спор затеял, ну, то есть, понимаю, что неудобно спорить в чате, простите. Ну, окей, давайте продолжим. Забьем, забьем к черту, в общем, на гиперреализм, до свидания, гиперреализм, ну, все равно я считаю, что это очень сложная техника, очень сложная, включающая в себя множество элементов, и, в принципе, в принципе, так до этого, ну, не писали. Ну, во-первых, попытаться можно не только при анархизме, попытаться можно всегда. Попытаться... Просто существует огромное количество разного искусства, и оно все клевое, ну, как бы, в каком-то смысле. есть определенные достижения в разных, в общем-то, традициях, тенденциях, живописи, в том числе, и мне много еще нравится, мне много еще нравится. Хотя, мне, наверное, больше сюрреализм всякий нравится. Так что, ребят, знаете, идем дальше. Можно и при государстве, да, как бы, то есть, вот, проблема не в Библии, да, проблема в том, что, для анархизма он верен для любого устройства общества, всегда можно пытаться убивать и грабить. Вот. Знакомый там с Шпенглером Кос-РТГ и Гаса. что я за Катеврошей? Шпенглер тоже великий социолог, нихуя, нихуя Шпенглер свою теорию культур, нихуя не из пальца высосал. Нет, не из пальца. Васил, видимо, не читал Шпенглера, ну, окей, хорошо. А если читал, то читал, ну, очень плохо. Не поддерживаем такое. Вестников грядущей культурологии и на его текстах многое основано. Ну, вот как ни странно, знаете ли. А все... Ну, то есть, несмотря на то, что он рассуждал про души культуры, про души культуры, ну, несмотря на это, он рассмотрел колоссальное количество материалов и благодаря ему существует культурология. Во многом. Не только благодаря ему, но во многом благодаря ему. Продолжаем. Научно вполне доказательно было. Все такое, да. Ой, научно доказывать. Прям все философы научно все доказывают. Окей. А давайте посмотрим, как Аврелий Августин научно доказал христианство. Ну, 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 а что нет-то? Мы же непосредственно к культурологу пролагаем критерия научности, именно вот такой, видимо, биологической, физической, какой-нибудь естествоиспытательной. А давайте посмотрим, как Аврелий Августин доказал эмпирическую науку. Ой, доказал эмпирическое существование Бога. Или не доказал? Мм? Или не доказал он существование души эмпирически? Как он это сделал? Статистику, может быть, где-нибудь там достал Аврелий Августин? Или нет? На сути, про это популярный сценарий, который мировой культуре... Я не про сценарий, именно то, что она описывает в плане политики, а именно про деградацию культуры на завершающем фазовом этапе перехода культуры. Ну, здесь проблема заключается в том, что Ежи берет книжку Шпенглера «Закат Европы» и просто говорит «Вот, вот это аргумент». Все как бы... Просто те, кто с ним не согласен, особенно если это развитые люди, они, скорее всего, уже читали Шпенглеры, у них есть определенные аргументы против. Культура, цивилизация. Да, но в итоге мы видим, что в 20-м веке количество грамотных людей резко увеличилось, количество людей, которые... Я не спорю с этим. ...получили возможность изучать и наслаждаться и реально там трутся от какой... А научно, так во времена Платона науки не было, и Платон был антиэмпириком. Ну, то есть, он был против эмпирических наук и дисциплин, вообще против эмпирии, это все иллюзии. Классическая литература, классический сложный... Гротворец, свод. Музыки, она стала пропорционально больше. А в чем тогда деградация? деградация... Григорьев не может догнать, что у них разные, блядь, критерии. Он не может понять, что надо... Не, ну, то есть, смотрите, Васил мог просто сказать, ну, приводить здесь пример Шпенглера неадекватно, потому что, ну, в принципе, смысл, это не аргумент. Ну, написал Шпенглер, что вот, европейская культура скоро сдохнет, например, все плохо, умрет она скоро. Скорее всего, Шпенглер, кстати, прав, когда-нибудь европейская культура, ну, да умрет. Все культуры так или иначе умирали, кроме тех, которые сейчас существуют. И, ну, наверное, европейская умрет, даже не то, чтобы, знаете, предсказание Ванги, особенно, если мы растягиваем это не на тысячу лет, как это писал Шпенглер, она, не знаю, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь тысяч лет, скорее всего, умрет, как ни странно. Вот. И непонятно, 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 что, что, непосредственно, если можно просто сказать, что Ежи неадекватно использует, в общем-то, апелляции к нему. А кто сказал, что культуры в конце своей жизни будут, например, упадок испытывать? Кто сказал, что у нас сейчас упадок происходит? Шпенглер сказал, окей, а вы докажете, что происходит упадок. Ведь проблема в том, что Ежи пытается доказать, что этот упадок происходит, и у него не получается. Он старается, 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 но у него не получается, к сожалению. К сожалению, не получается. Вот в этом проблема, а не в том, что Шпенглер не ученый, там, внезапно. Похеру вообще, кто он. Ежи не приводить контр-примеры, блядь, не приводить ему контр-примеры, ну или вернее, не столько приводить контр-примеры, сколько критикать сам его критерий. В том, что появляется массовая культура, которая захватывает умы на разное количество людей, и которая, по критериям, которые мы уже обозначили, представляет собой... Ты не... Никаких, блядь, критерий... Ну, твои критерии, они... Ссылка на Хосе Артега и Гасту и Шпенглера, это пиздец критерий, конечно. Говорим о системе. Ну, может послужить в качестве, не знаю, аргумента небольшого, но проблема в Ежи заключается в том, что он ни хера не доказывает, он ни хера не доказывает, а при этом ссылается на Гассета, и одновременно с этим ссылается еще и на Шпенглера. Ну, типа, у Шпенглера написано, что культура умрут. окей, окей, упадок в конце произойдет. написано, написано. А вы что читаете здесь, Вот в этом проблема, как бы, он даже не пытается аргументировать. И все общего образования, это получается, что педагог должен так, преподавать предмет, чтобы он был понятен самым другом ребенок в власть. Это плохо, и в итоге единственный выход из этого это система интеллектуального апартеида. Почему? Почему это плохо, что все понимают? Ну, потому что система интеллектуального апартеида до определенного предела наш... Так, не одобряем апартеид. ...существовали отдельные школы для одаренных детей. Если ребенок показывал какие-то феноменальные способности по той же математике, его не оставляли в той же школе. Но сейчас существуют школы для одаренных детей. В большем количестве, чем раньше, чем когда-либо. ...приводили в особую отдельную школу для одаренных детей. Это называется интеллектуальный апартеид. Не, апартеид, это когда кто-то, в принципе, решен доступ к чему-то. Если в матч-школу мог поступить, ну, ребенок прошедший любую подготовку, любой, и там не было критерий на вход, это просто не было. В общем, да. Апартеид, ну, вот, если имеется в виду апартеид, да, африканский, то это когда вот ты родился не с тем цветом кожи, какие бы у тебя способности ни были, ты не имеешь доступа к социальным благам. А если более одаренным детям, более способным, показывающим лучшие результаты, предоставлены лучшие возможности на основании их заслуг для того, чтобы свои навыки развивать, это не апартеид. И на вход не было, просто кто-то на выходе показывал более высокий уровень, а кто-то... Тут Григорьев как бы прав однозначно. Более низкий, при этом у них базовое образование было одинаковое, это говорит о том, что люди неравны. Это, ну, это говорит, ну, во-первых, это... Чего, блядь? Чего это вообще за хуйня, блядь? Причем здесь люди равны и неравны? Ёб твою мать! Вообще, конечно, круто, что Ежи для доказательства своей позиции по поводу того, что люди неравны, ссылаются на советское, блядь, образование, и это, конечно, очень, очень, очень по-меритократически, блядь. Говорит о том, что у людей есть разные склонности, кто-то, безусловно, если у людей есть разные склонности, но учитель, естественно, если задача... А Григорьев прям сидит и доказывает, что все люди одинаковые. Григорьев вот сидел, а... Я не одобряю Кинаомича... Это, кстати, неправда, то, что пишет Кинаомич, это просто неправда. Ну, типа, если ты про ЮАР, то нет. Не... Ну, как бы, там, законодательно были темнокожие, африканцы лишены прав. То есть, я не знаю, откуда ты взял вот то, что написал, нет, аппартритов, существующие законодательные барьеры, независимо от своих способностей. то есть, там, ну, как бы... Бля, я сильно много разбирал, честно говоря, еще 20 минут, а я уже спать должен. Ладно, смотрим, досматриваем. Просто, просто нет, как бы, фактически. А... Я... Ну, а на самом деле проблема-то в том, что, к чему сейчас Ежи доказывает, что люди не равны. Но люди не равны. Григорьев Чарлона, как бы... Люди просто не равны, и все дорвали. Говорю, нет, блядь, люди равны. Ну да, к чему это непонятно. Пусть вы не деградировало, люди равны, блядь. Считать вам общее образование, для того, чтобы у вас был один рынок труда, да, у вас уровень преподавания должен начаться там не с гоматопической алгебры, а с того, как дроби складывать. Кому-то это будет лишь, что просто кто-то будет специализироваться, больше равны, кто-то в химии, кто-то еще в чем-то. Совершенно верно. И? именно используя эту систему аксиоматики, я и говорю об этом. Причем здесь деградация культуры, нахуй. Что у людей с разной склонности, конечно. Кто-то лучше, лучше эти дроби решает, кто-то хуже, хотя у всех базовая одинаковая подготовка, и все растут примерно в одинаковых условиях одинакового социального окружения. Я не говорю о том, что нужно лишить возможности изучать дроби для тех, у кого это хуже получается. Я говорю о самом факте наличия возможностей для тех, у кого это получается хорошо. Ну, сейчас олимпиады всякие есть, Ну, то есть, такое тоже. Более углубленную программу образователей. Есть возможность получать более глубокую образовательную программу. Некоторые через классы перескакивают. Ну, и таким образом они неминуемо будут сепарированы от основной массы учеников. Потому что для них будут закрыты отдельные школы именно вот для одаренных детей, допустим. Но это частный случай, да, в общем, мы говорим. Потому что мы так или иначе... Да похеру. Ну, здесь вообще к искусству не имеет никакого отношения. Будем разные примеры. Я просто... Как это доказывает деградацию? Почему? Вообще, к чему это? Да, не понятно. Я хочу понять, где... Где, где критерия деградации? Что популярная музыка проще классически... Я еще раз говорю, понимаете, для того, чтобы осознать этот процесс как деградацию, необходимо, как бы, тут мне необходим определенный порог вхождения. Порог... Порог... Не порог, а порог... Порог вхождения нужен. Я не буду... Я устал комментировать. Да я тоже. Я вас обоих устал комментировать, ребят. Это бред. То есть тут, как бы, нужно прочесть определенный объем литературы, потому что речь-то в конечном итоге говорит о том, что... Кеномич, извини, видео разбираю. Не могу весь чат читать. Извини, пожалуйста. Организация социального организма, разрушение социальных страт и уничтожение социальной иерархии в итоге приводит к деградации именно к тому, что люди становятся более одинаковыми, более похожими. А, ну вы же помните, вы говорили, что вы в подростком унице читали. Помните, у него было в начале Заратустра там про последних людей? Ну типа того, я Заратустру хуже, помню, чем остальное. Да, ну просто можете хотя бы это перечитать. Это будет проще, чем читать артеку. Да. Отсылка к Ницше, отсылка к Заратустре, это, безусловно, аргумент в пользу того, что культура деградации. Не, ну в принципе, понимаете, в чем дело? Если бы Ежа сам воспроизвел идеи из Заратустры, и эти идеи были бы аргументом, это было бы клево. Отсылать книгам, ну, это такое. Ну, то есть, если бы ты ведешь беседу с человеком, который не читал Заратустру, и было бы по-хорошему, знаете, поступить, взять и закинуть ему аргумент настоящий. Из Заратустры. Вот что-то не градировало. Вы Гассеты, или там, я не знаю, с Холией довелы пытаться анализировать? Не, с Артегой и Гассетом все просто. Понимаете, в чем дело? Да, массы. Маста, не масса. Массы проникли везде. Массы везде теперь находятся. Они в науке, раньше их там не было. Они в искусстве, раньше их там не было. Они там везде теперь, но раньше их там не было. Эти массы теперь везде все заполоняют, занимаются искусством, там, наукой, философией, творчеством. Поэтому основной массив искусства, философии и т.д. творчества деградировал. Но. Из этого не следует, что вообще все искусство стало хуже. Из этого не следует, что нет никаких деятелей, которые хоть в чем-то превосходят или достигают уровня, не знаю, деятелей искусства прошлого. Вообще ничего из этого не следует. Ну, то есть, блин. То есть, проблема даже в том, что если мы принимаем Артегу и Гассета, хотя бы отчасти с его восстанием масс, его основную идею, это еще ничего не значит. То есть, это совсем просто, потому что там просто на языковом метафоре, то есть, по сути, это не басня такая. Вот, так что... Басня. До этого была социология, сейчас басня. Вот в этом, кстати, вот мы нащупали еще одно, значит, парадигмальное расхождение между носителями левых и правых взглядов. Парадигмальное отличие, я, видимо, состоит в том, что носители не левых взглядов апеллируют к авторитету и к басням. Это очень, ну, выгодное отличие от представителей не правых взглядов, хотя я замечу, что конкретно в этой дискуссии не то, чтобы левые как-то себя лучше проявили. Потому что все то, что вы воспринимаете как прогресс, в том числе социальные технические процессы, это мы рассмотрим. Спасибо, фанат Франзона. Слово о современной композиционной сложности под войной. Спасибо, спасибо, фанат Франзона. ...как регресс и деградацию общества. Потому что то, что люди становятся более одинаковыми, более похожими друг на друга, мы отказываемся воспринимать как прогресс, потому что мы считаем, что это деградация вообще... Миллионы и миллиарды крестьян в мире это не похожие друг на друга люди. То есть, вот тут внезапно оказывается, что крестьяне были менее похожи друг на друга, чем современные люди, стремящиеся к индивидуализму, там по-разному красящие там волосы, одевающиеся, исповедующие разные идеологии. Вот оказывается, вот эти вот люди, которые умеют читать, современные, они менее... Они более похожи друг на друга, чем крестьяне, которые не умели читать, не знали грамоты, занимались одними и теми же делами на протяжении всей своей жизни, не имели никаких... никаких возможностей вырваться из этой среды. Иногда, но попозже, там уже со временем, конечно, появились возможности. Ну, в общем, ребят, ну, окей, гениально. Очень гениально, конечно. Супер гениально. Что я могу сказать? Прям вот невероятный уровень гениальности вот в этих аргументах слышатся. Какой-то колоний Вальвокса. Да, безусловно. Да, вот в средневековье крестьяне, да, вот они там были разнообразные. Прям вот каждый, каждый, в каждом было что-то свое. Знаете, так подходишь к крестьянину и спрашиваешь у него, а чем ты занимаешь, а какое у тебя мировоззрение? А он тебе отвечает. Я не знаю, я антинаталист, буддист, шаманист, еще, не знаю, у меня одной ноги нет, я ее сам себя отрезал, это был прикольный опыт, знаете, хотел попробовать изучить. Вот, и такой, какой уникальный крестьянин, да, все-все такие уникальные. Общее образование, это, безусловно, признание того факта, что все люди одинаковые. Но, Александр, понимаете, в чем дело? Вы можете по разным критериям подходить к слову разность, насколько кто какой разный, но при этом, при этом мы можем степи и степенями измерять, кто и когда был более разным, чем какое-то время. Ну, например, в прошлом, как у нас там было, люди вообще читать не умели, они вообще не читали, ничего не, телека у них не было, радио не было, они в лучшем случае друг с другом ну просто разговаривали, и вот на этом формировалась их разница между друг другом. Все. Разговоры с разными людьми во время Пашки, там, про Пашки Поля и там с другими деревенщинами разговор, вот на чем базировалась их разница. А сейчас люди могут читать разные фильмы, смотреть разные, не знаю, сериалы, слушать разную музыку, делать разные дела, интересоваться разными правообывателями точно возросла. А также, скорее всего, ну, если мы не берем Грецию и древность, где было много разных философских концепций, в современности вариативность возможных типов вероисповедания, различных взглядов, философских теорий тоже выросла, как ни странно. То есть, в современности у нас мы, скорее всего, встретим разных людей с разными убеждениями, с большей вероятностью, чем в прошлом. По крайней мере, в средние века и даже в новое время. Именно так это и работает. Дэн Дэни, здесь дело не в фундаментальном различии, не в абсолютном, а в относительном. Вот, вот как бы, и самоотносительно будем сравнивать, кто более разный. Ну, все получится. Вот что. Скорее всего, современные люди более разные, чем люди из прошлого. Вот просто вот такой сравнительный относительный критерий введем. И кому на это примитивнейшая форма социального организма и всякое возвышение типа человек было до сих пор и будет всегда делом аристократического общества. Хорошо, например, деградация, я не вижу пока и докладу. Как же нет, подождите, я же вам прокомментирую. Хорошо, если пример, если только аристократическое общество добивается успехов, как тогда, во-первых, как просто в прошлом люди тупо не умели читать. Все. Может быть, знаете, мы можем по культурам тогда сравнивать, если мы будем смотреть на разные культуры, и то, наверное, знаете, низшие представители разных культур, которых было значительно меньше, были похожи друг на друга значительно больше, чем обычный обыватель современности друг на друга похожи. Вот, мне кажется, как-то так это будет звучать. Хуй аристократический. Хотя, знаете, тоже сложно. Если вот так это осмысляет, наверное, становится сложно. Очень сложно. То есть, большинство современных аристократических общества, они нихуя не успешны, на самом деле. Согласен. Вот, есть только мы понятие аристократизма не расширяем предельно. То есть, посмотрите на какие-нибудь африканские племенные страны. Там, пиздец, аристократическое общество, там, вожди, блять, правят. Они, конечно, очень развитые, очень, очень, и культурные. Как понять, что раньше критериев было меньше? Ну, мы допускаем, что история верна, во-первых. Допускаем, что история верна. А во-вторых, смотрим, какой уровень образования был у христиан. Все. Все. И мы теперь понимаем, приблизительно допускаем, Ежа допускает, что история права. Значит, мы можем ему это высказать, и он, скорее всего, сами согласится. Согласится, что раньше критериев разницы было меньше. Если он будет сравнивать современного интеллектуала с интеллектуалами прошлого, у нас просто еще больше орудий, чтобы его здесь разнести. Я не представляю, как он может затащить этот спор вообще с кем-то. То есть, только с помощью риторики. Здесь только риторически можно тащить. и научные, и технические, очень развитые общества. Куда деваться просто. Интересно, как объяснить, что если только аристократическому обществу свойственен прогресс, как тогда объяснить тот факт, что именно скипьежи... Я, кстати, в принципе, не уверен в том, что персонажи, в общем-то, вот эти вот аристократы великие 18 века, не только аристократы, дворяне, бояре какие-нибудь, знаете, я не уверен, что они были, но очень образованными и умными людьми. Я думаю, если бы мы с ними пообщались, опять же, судя по русской классике, не только русской классике, большинство вот этих вот людей высшего сословия, но были тупыми дегенератами на уровне современного обывателя. Вот просто на уровне современного обывателя. Вот-вот та же не выше, не лучше, как Дестрада, знаете ли. То есть, вот эти вот те замечательные дворя, они бояре, аристократы замечательные, крутые, вот тут обычные, обыкновенные люди. То есть, обычные люди, которые умеют считать, имеют какие-то свои такие вот поверхностные мнения. Вот они. Обычный, современный человек. 200... Не, 401 рубль. Скипьежи 401 рубль. 400. Киноомич, 50 рублей. Чернокожим, неодобря, африканцам, запрещалось открывать предприятие. Раньше были там колдуны всякие, язычники. Кроме того, Библию можно трактовать миллионами способов. Правда, убивали колдунов, язычников, там пытки, все дела, инквизиция. Ну, такое бывало. То есть, распространение разнообразных взглядов в средние века и немножко позже, ну, было затруднено объективными причинами. Ввиду этого, разница в мировоззрениях даже у образованных людей не могла быть слишком большой. Как ни странно. И мировоззрений в определенном моменте было меньше. Вот в древности, да, много мировоззрений было. И то я не уверен, что большинство людей за этими мировоззрениями как-то следовали. Я думаю, это меньшинство только, опять же, крайне меньшинство. А вот средние века, новое время, ну, тут все не постоянно, как бы, получается. Смотря как. Приятели вести практику в областях, обозначенных, как Белая Южная Аплета. По сути, все важные города, экономические зоны без специального разрешения и так далее. Это внутренние визы по сути. Как же я задолбался, друзья. Еже смотреть. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну да, Васил, давай проверим пока, что же делать-то. Клим Саныч был веселее, да. Но он хотя бы... Проблема тут в том, что, как бы, сегрегация апартеидовская подразумевает территориальную, вот то, что ты говоришь, режим мутониквиза, вот, как бы, территориальная сегрегация, да, территория, где жили темнокожие африканцы, да, бантустаны, там зачастую просто, по факту того, что там живут темнокожие, там не было, как бы, не было медицины, там не было образования. Окей. Вот. И, то есть, какое бы у тебя не было специальное разрешение, x2, там еще ежа ускорен, понимаете, в чем дело. Самое смешное, смешное, говорит ежа. В области, где живут темнокожие, там, как бы, образования, медицины, все равно не было. вот все. Позиционную сложность полчаса объяснял. Ну, то есть, ежа говорит два раза быстрее, и так, если, нам плевать, что говорит Васил, Васил, в принципе, ну, не то, чтобы, допускает очень много каких-то ошибок, но такое, поправлять его, конечно, можно, там, не знаю, дополнять, очень нужно, иногда там, немножко не туда, но съезжу, здесь основная подоплека съезжа. Классическая музыка, доступная для Италии, была сложнее и популярнее. Да, ну, сейчас вообще нет элитарной музыки. Охуеть, пошел в пиздук. Ну, потому что, именно потому что она доступна всем, понимаете? Значит, сейчас и классическая музыка не элитарная, потому что она доступна всем. Что дело? Ну, да, ну, то есть, получается, вы родились в богатой семье, вы там дворянин, все, для вас доступна музыка элитарная, все, вы элита. Я вам, я, друзья, давайте, я не знаю, купим себе музыканта Джона Дое, например, Джона Дое, я буду богатым, не знаю, боярином, я куплю себе музыканта Джона Дое, и он будет сочинять музыку только для меня. Только для меня одного, и это будет элитарная музыка. Как вам такое? Ну, кстати, тоже интересный угол. Дэн Дэнни, кстати, согласен, сейчас существует глобальная культура, а в средние века народы друг от друга сильнее отличились. Согласен, согласен, здесь, здесь можно долго спорить и думать, но проблема неоднозначная. Проблема неоднозначная, конечно же, совершенно неоднозначная. При том, что в современном мире, ну, очень много людей, и очень много людей, и много различных концепций, переводы старых текстов появляются, философских и нефилософских, писатели, много писателей, кино, много кино отсылает к древности нередко, ну, то есть, в современности много из древнего возрождаются, и народа намного больше, народа очень много. Ввиду этого, ну, не знаю. Пуская, что белым тоже запрещалось, но проблема в том, что белые жили, как бы, гораздо лучше, там, где белые жили, там, ну, по крайней мере, там работала, блядь, скорая помощь, там была медицина, там были школы, и у них. Ну, что, Джон Дой, видите, наймем и будет, в общем, элитарная музыка, только для меня, только для меня будете играть на флейте. И все условности все равно разделяются, вот такой получается входной критерий, такой же культурный апартеид, что какой. Ну, там, типа, насколько я помню, по законам расовым в ЮАР, темнокожего могли посадить за заключение смешанного брака или за секс с белой женщиной, но, наоборот, это не работало при этом. Да, безусловно, 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 и, как бы, опять-таки, я к апартеиду интеллектуальному апеллиму. Мы не одобряем апартеиды, не одобряем расовую сегрегацию. Как раз к чему-то, что вызывает надежду и веру в будущее. Но здесь вопрос следующий, а почему современность, не производит достаточное количество композиторов, которые бы опять создавали классическую музыку? Производит. Вот в этом, вот если сформулировать предложение таким образом, производит, ну, сколько, не знаю, я, честно говоря, не понимаю, чего хочет Ежа, но, то есть, он хочет, чтобы каждый музыкант современности был на уровне классика мирового, то есть, классики, которые жили в разные века, он собирает их всех и реально думает, что в современности должно быть непосредственно, как бы, столько же, ну, например, гениальных классических композиторов, это нечестное сравнение просто, ну, нечестно, бывает. Кто сказал? Как это вообще, блядь, где статистика? Чё, нету консерватории, что ли, нету высших музыкальных учебных заведений? Чё, чё, изобрет, блядь. Вот, 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 на чём сейчас основана тезис, ниже, про то, что ты не начал, современность не производит столько композиторов. композиторов современных дохуя. Согласен, абсолютно, огромное количество. Если мы будем сравнивать их с классиками, тут нужно критерии высматривать. Очень сложно будет сравнение. Думаю, некоторые из них, некоторые из них, там, 10, 20, 30, 40, сравняться, может быть, с некоторыми классиками, со многими классиками, наверное, даже. Да, не каждый современный классиков был гениальным классиком, действительно, но таких вот классиков, знаете, что получится? На каждую эпоху, на каждый вот такой вот век получится, ну, не знаю, сколько человек, несколько человек получится, там, сотня, может быть, в лучшем случае. Пронять к таким числам, ну, вполне может быть, надо смотреть. Их больше, чем когда бы то ни было. Да, правильно. Выборка значительно больше. Вот, если бы реально исчезло непосредственно всё, элитарное искусство вообще исчезло, вообще никого не было, ну, тогда я же был бы прав, но этого нет. Да, национальные границы, Кеномич, не считаются апартеидом, потому что это не границы внутри одного государства, именно потому что это национальные границы. А апартеиды – это политика внутри государства для граждан этого государства, когда часть граждан ущемляются в правах. Это отличие, вот, блядь, между апартеидом и, как бы, национальными границами. Да, то есть, сейчас композиторов гораздо больше, чем когда бы то ни было, потому что сейчас всех гораздо больше, чем когда бы то ни было. Сейчас больше людей, сейчас больше людей, имеющих образование. Мы, конечно, точно не знаем. Вдруг там когда-то было суперразвитое государство, в котором было несколько миллиардов человек, это все в истории не сохранилось, Великая Атлантида. Но, судя по официальным данным истории, да, скорее всего, это так. Скорее всего, это действительно так. Сейчас больше и композиторов. Такую, как она была во времена Моцарта, Бетховена и так далее, когда, соответственно, она была элитарной, и она была доступна только вот к какой-то небольшому количеству эксплуататоров. То есть, почему не развивается классическая музыка так, как тогда? Нет, почему в контексте современной культуры не появляется достаточное количество, скажем так, произведений? Откуда данные, что не появляются? И которые бы имели тот же самый уровень или больший уровень композиционной сложности? Или, грубо говоря, можно совсем обострить, почему в Советском Союзе, в советской литературе не было писателей, которые по уровню литературного таланта были бы сопоставимы с Достоевским, Толстым и Чеховым? Потому что политика была такая, потому что отбирали тех, кто был наиболее приемлем для государства. Вот почему. То есть, именно в Советском Союзе вот почему. И вот почему в России до сих пор большие проблемы с хорошими писателями, потому что у нас действуют многие те же самые механизмы отбора, которые сохранились с Советского Союза. И многие советские люди, там вот писатели, воспитанные по тем нормам, до сих пор продолжают мыслить в тех же самых тех же самых непосредственно категориях. Поэтому и в России сейчас тоже проблемы с, ну, по крайней мере, прозой и поэзией. И ничего хорошего не предвещается. Хотя, скорее всего, знаете, друзья, скорее всего, знаете, друзья, где-нибудь в андеграунде у нас сейчас имеются замечательные поэты, писатели, некоторые из которых, скорее всего, превосходят классиков, хотя бы по некоторым критериям. Как измерить талант? Мне сложно говорить оборудование. Оригинальность. Создание новых каких-то концептов, позиций, степень воображения автора. По-разному можно измерять талант, но в произведении искусства, если это искусство базируется на творчестве, должно быть что-то выдающееся. Выдающееся в том смысле, что этого никто никогда не делал, никто не может так сделать. Что-то, что вот может удивить непосредственно человека. Если не может удивить, ну, это уже в некоторой степени поменьше искусства будет. Ну, например, когда рэпер очень быстро считает рэп, невероятно крутая скороговорка, это в принципе хорошая техника. Хорошая техника. Потому что я в литературе не очень ориентируюсь и как замерить уровень литературного таланта. Тут не о чем говорить, нет у литературведов единого. Конкурсы, премии, огромное количество, огромное количество, в общем-то, авторов и так далее, так далее, так далее. Невероятное количество. Ну, то есть, я много кого читал за свою жизнь. По стихам так вообще тысячи, не знаю, может быть, десятки тысяч. Ну, наверное, не десятки тысяч, тысячи. Тысячи стихотворений разных, потому что мне приходилось их оценивать по точному порядку в невероятном количестве стихов. При этом, я знаю многих современных, ну, просто невероятно крутых авторов. Прежде всего, в поэзии. А вот, в прозе, в прозе похоже, потому что проза читать сложнее, она больше по размеру. Чтобы прочитать тысячу прозаических произведений, нужно затратить несколько жизней. Критерия качества литературы. Для меня тоже вопрос. Ну, я тут... Нет, нет, просто у литературы ведов нету критерия однозначного одного, вот, с которым все литературоведы были бы согласны. Нам плевать, с чем согласны литературоведы и вообще плевать на литературоведов. Они никакого значения не имеют нам вот, 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 вот так вот этих литературоведов. Пусть идут к черту, как бы. Критериев просто много. Они разные и некоторые критерии могут уходить в бездну, когда другие поднимаются и может быть наоборот. Но, я думаю, современных поэтов круче того же Пушкина найдется, да, море. Море поэтов по разным критериям, которые будут лучше Пушкина. Пушкин, на самом деле, очень простой. В этом смысле обогнать его, но очень легко. Критерия деградации или эволюции литературы это во-первых, а во-вторых, очень многие литературоведы высоко оценивают советскую литературную традицию. Литературоведов потому, что они воспитаны в советской литературной традиции, а те, кто не воспитаны, воспитаны теми, кто был воспитан советской литературной традицией. Вот так вот. Советологов их дохуя. Ну, то есть, ну, нам плевать на мнение вот этих вот замечательных литературоведов, пусть хоть сдохнут все, ну, вот вообще безразлично. Их мнение никого не волнует. Кто хуже будет, Бродский или Пушкин? Пушкин интересней. Он разные темы затрагивал хотя бы в своей поэзии. Он более многообразен, на мой взгляд. Хотя, с другой стороны, да, Пушкин, Пушкин, наверное. Пушкин мне тоже не нравится, но между Бродским и Пушкиным Пушкин. который хорошо относится к советским художникам. Он, в принципе, уже привел критерий композиционной сложности. Но, опять-таки, если это не ваша тема, мы можем... Нет, я вот о музыке могу говорить детально. То есть, во-первых, классическая музыка... Вот советский писатель Сорокин. Роман Норма написал 80-е годы. Он антисоветский писатель скорее. Как и Пелевин скорее антисоветский писатель. Это писатели 90-х прежде всего. Ну, то есть, вы говорите, они воспитаны, да, в Советском Союзе, но... Тут немножко не то. Время их пиара, время их, в общем-то, раскручивания произошло в определенной культурной среде, с определенными политическими, в общем-то, условностями. Как ни странно, ну, и Сорокин, и Пелевин, они выстрелили во многом благодаря политической ситуации в стране. Если бы не это, ну, в Советском Союзе они бы никогда не смогли бы прославиться тем, что они пишут. Композиционные это сложнее, чем все, что было написано в... 19 веке. Ну, практически все. Продолжает развиваться в том, что преимущественно сейчас имеет отношение к саундтрекам в кино, там Ханзиммер, Пенюмариконы и т.д. То, что уж не достаточное количество музыки в разных жанрах появляется. Есть музыка, которая, в 20 веке, больше Стакович, Травинский и т.д. Есть огромное количество примеров музыки, которые очень сложные, намного сложнее. Возьмем любой атональный рефриджас. Он намного сложнее композиционно, чем вся предыдущая музыка это делает. Его намного лучше это говорит о прогрессе культуры, просто сам тот факт того, что это сложная музыка или нет. Ну, в некоторых аспектах, да, но здесь нужно рассматривать пропорциональности, да, то есть, грубо говоря, сопоставлять уже такие абсолютные показатели. Ну, грубо говоря, тем, что вот раньше была народная музыка, да, и раньше была элитарная музыка, но при этом, когда произошла смена исторических эпох, то в первую очередь там какая-то народная музыка, она отвалилась, и мы прежде всего помним о том, что вот это была эпоха Баха, Бетховена и т.д. Вот современность, она чем запомнится, чем войдет в историю, и грубо говоря, какой... Да хера чем. Очень много чем. Тут, как бы, сложно, сложно... Здесь я с Василом не согласен, ну, то есть, вот Ежи здесь не то, чтобы присел, знаете, что я думаю? Что действительно Ежи здесь привел один из самых сильных аргументов, которые он приводил за все это время. И почему? Потому что действительно, скорее всего, получится именно так, что в будущем запомнится скорее всего музыка куда более попсовая, чем то, что было непосредственно раньше. Ну, то есть, классическая музыка сохранилась у нас в веках, как раз потому, что альтернативы, как таковой, не было. То есть, народная музыка не составляла ей альтернативу полноценную. Была сегрегация, разделение. Именно вот этот аргумент лучше всего играет на позицию Ежи. Вот. Вот. Именно вот, именно этот аргумент поддерживает позицию Ежи лучше всех остальных аргументов, которые он озвучил до этого. До этого было очень слабо, до этого было очень много проблем. А что такое попсовая? Ну, я не знаю. Битлз какие-нибудь сохранились из 20 века? Да. Элвиса больше из 20 века? Слушай, то есть, с 20 века, например, как мы берем пример в 20 век, да? Сохраняется крайне попсовая музыка. Да, музыка 20 века сохранилась, и это академическая музыка, она есть. сохранится-то вся музыка, какая будет известна, какая будет прямо у нас на слуху. Почему у нас на слуху музыка непосредственно далекая и далекая, вот до далеких веков, и это именно классическая, а не народная. Народную мы слушаем меньше, чем классическую, понятное дело, да? в 20 веке все наоборот. Музыка, ну, значительно проигрывает по именитым исполнителям. Шостакович здесь исключение скорее, чем правило. Ну, мы и классическую не то чтобы много слушаем. Ну, много, на самом деле много. Друзья, да, Шостакович, Рахманинов, Старвинский, они это все на слуху согласен, но процент постепенно спадает со временем. По крайней мере в 20 веке, ну, уже у нас появляется больше попсовых исполнителей, чем непосредственно академических. Именно вот на слуху таких популярных и тех персонажей, ради которыми эпоха будет запомнена. Это аргумент, это аргумент, аргумент. Взвешено. Более-менее взвешено с позиции Ежи именно. А народная элитар не классическая получается. Кстати, Греховец, вы сейчас сожрали Ежи только что, да. Народная, видимо, была... Хотя нет. Народная принадлежала народу, она была распространена больше и слушал ее более широкий круг авторов. Да, Дэн Дэн Дэнни из-за этого. Просто понимаете, в чем проблема? Музыкальный облик эпохи сейчас и в 20 веке творят не то, чтобы академические исполнители, сколько попсовые, какой-нибудь Элвис в 20 веке, какие-нибудь Битлз и такие вот группы многочисленные АБА и просто наименований неограниченное количество. Просто неограниченное количество. Это, наверное, аргумент. Это все-таки аргумент от Ежи. Я согласен с ним. Ну, не то, чтобы согласен с ним, я поддерживаю этот аргумент в том смысле, что он больше всего соотносится с позицией Ежи. Ладно, поехали дальше. Сложно понять, да, на самом деле, люди, жившие во времена Баха, Бетховена, они тоже не знали, чем запомнится их время. Да, современность, но там, я не знаю, Битлз запомнится, Роллинг Штоунс. Да, но это не классика, это простая музыка композиционно относительно. Ну, то есть, смотрите, именно вот этот аргумент у Ежи играет на пользу его позиции лучше, чем все остальные. Ну, вероятно, да, я не знаю, литература там запомнится, но Джорджем Мартином, Стивеном Кингом, например, запомнится. Ну, в том числе, помимо всего, Прилепиным и прочими мудаками бездарными, да. Маркесом тем же самым, да, запомнится. Кстати, российских писателей, ну, вот, очевидно, Пелевиным, Сорокином, Елизаровым. Кстати, я не знаю, запомнится ли литература Пелевиным, Сорокином, Елизаровым, потому что сейчас, ну, первый писатель России уже Прилепин. А, там, Лимоновым тем же самым. Цент современных людей, которые создают что-то и слушают что-то, воспринимают какое-то искусство, какой процент из них творит. Вы просто понимаете, Дэн-Дэни, скорее всего, академическая музыка станет еще менее популярной, современной. Вот, вот в чем тейк. То есть, попсовая станет еще более попсовой и даже культовой, а какая-нибудь классика, из нее сохранится, ну, несколько наименований. Наверное, так стоит ожидать нечто подобное. И получает искусство в аспекте той же самой композиционной сложности. Я же еще не догоняюсь, что на самом деле как бы... Донцова не признана филологами. Ее, скорее всего, забудут. А вот Прилепина сейчас читают филологически... Ну, то есть, его читают в университетах. Да, вы говорите, что про Прилепина никто не слышал, при этом этот человек издает бестселлеры, выигрывает народные премии. При этом этот писатель сейчас проходится в университетах. Это один из тех писателей, который в наши дни претендует на звание классика. Он сохранится в веках. Смотрите, Дэн Дэнни, сейчас как бы я бы сформулировал позицию Ежи, если бы я был на его месте. Он бы, наверное, сказал, что у академической сложной музыки, как и у визуального искусства, есть новые пути для развития. Да, но вот те дорожки, вот эти вот пути для развития, которые будут использоваться академическим искусством, они уже будут непосредственно затемнены попсой всякой и так далее, так далее, так далее. То есть они уйдут в забвение, причем в забвение из-за того, что как раз огромное количество информации сохраняется, слишком много информации. Колоссальное количество информации сохраняется, невероятное количество информации. И ввиду этого океана информации не запомнится практически ничего. Что-то наиболее выдающееся, культовое будет творить, так скажем, условное лицо эпохи. И лицо нашей эпохи это будет, не знаю, какая-нибудь попса отвратительная. Прям вообще простая, композиционная. И в данном случае ежи был бы прав. То есть это соотносится со всей его позицией в данном случае. Ее оправдывает. Шадов, ты считаешь себя лучше Прилепина? Да, я считаю вообще кого угодно лучше Прилепина. И как писателя, и как человека. Я не знаю у худшего человека в мире Лимонов лучше даже. Даже Лимонов. Хотя Лимонов старый извращенец, убийца, идиот полный. Ну, умер, правда. С чем он и лучше Прилепина? В общем, точнее, это единственный критерий, по которому он лучше Прилепина, потому что он умер. Тот факт, что раньше меньше людей слушали Бетховена и Баха, он связан не только с тем, что их музыка, ну, не только и не столько с тем, что их музыка была какая-то пиздец сложная, а просто с техническими, да, это как бы уровень доступа определяется в том числе как бы техникой. Согласен, что сейчас элитарная сложная музыка существует, то есть, ну, Ежи сейчас, наверное, основная его проблема заключается в том, что он к элитарности, опять же, тянется. Если бы он без элитарности судил о сложности и несложности, было бы проще, было бы значительно проще. Да, смешно, что Прилепина выгнали из нас Болу, да. Экническими средствами, да, что сейчас у нас есть интернет, сейчас у нас есть iCloud, есть ВК, да, где любой может послушать все, что угодно. Это не потому, что искусство стало менее качественным. То есть, вопрос в том, что люди слушают, ну, то есть, сейчас, я не знаю, давайте зайдем в Храм Осминога Бесконечности и я просто щелкну себе, ну, не в Храм Осминога Бесконечности, просто щелкнуем музыку, музыку ВКонтакте и смотрим рекомендации. Вот то, что люди слушают сейчас. Федук, останься. Медленно, травка. Да, это и есть Прилепин. Даже не английские композиции, охереть. Альфа, не знаю, что за херня происходит здесь. Ну вот, друзья, вот, вот чем запоминается наша эпоха, на наше время сейчас, вот оно. Моргенштерн, Кадиллак, Элджей, видите, вот они, вот эти современные. Ну, то есть, именно вот, именно вот по фактору того, что выходит на первый взгляд, что в итоге запомнится, ну, я не знаю, что-то из этого может даже запомниться. что люди стали глупее, или умнее, просто технически. Спасибо, Веркурс, спасибо, спасибо. Вот именно, Дэн Дэнни, просто проблема заключается в том, что современность делает куда больший упор на народ, чем на элиту, получается. Вот, вот в чем проблема. Тут вот так ее следовало бы сформировать, Ежи Сармату. Упор делается на народную музыку, на простую музыку. Другая музыка сейчас теряет в конкуренции. Если бы Ежи не стал рассуждать о том, что сейчас элитарная музыка мертва, если бы он, знаете, не стал рассуждать о том, что все, нету сложной композиционной музыки вообще-то у нас, вообще бы убрал критерий композиции лучше бы даже, хотя можно и оставить. Вот если бы он просто опирался вот на тот нормальный критерий, ну, более-менее. Кого считать элиты, да без разницы. Тут как карта ляжет, так и будем считать. Кинули монетку и считаем кого-то элитой. Два караоке и одна песенка. Ну, не отображает действительность. А что отображает действительность? Подвойной. На карту неудобно. Ссори. Ссылка удалена. Ссылка удалена. Спасибо, спасибо, спасибо. Я же про это говорил, но я же это приводил, как пример деградации искусства. Но, блядь, при чем здесь искусство? Это не связано с самим искусством, это связано с развитием просто технологии, благодаря которым искусство может... Согласен, что с народом. Понимаете, Джон Дэй, мы разбирали эти проблемы уже в другом контексте. А в новом контексте, если вот Ежа это преподносит таким образом, что композиционную сложность надо сравнивать между теми, кто запомнится в истории, кто запомнится в истории музыки, кто будет вот-вот-вот как раз формировать все наши представления о музыке той или иной эпохи. Вот. Тогда, может быть, Ежа окажется и прав. Тогда критерий Ежи не кажется отвратительным, дебильным. Ну, конечно, Ежи, да, но он засрал с критерием композиции, надо не композиционность рассматривать, а не знаю что. Я даже не знаю, что надо рассматривать, чтобы спасти Ежи здесь в таком контексте, ну, блин. Транслироваться, да, который делает искусство доступным. Доступным не... Оно не делает искусство... Дэн Дэнни, кстати, нормальную мысль написал, но она убежала, правда, я не успел ее дочитать. Более сложным или более простым, оно делает искусство, оно более доступным для потребителя, для слушателя. Ну, нет, угнетатель, понимаете, в чем дело? Опыт 20-го века нам скорее показывает, что наиболее такой культовой музыкой 20-го века стала попса. Как попса? Рок-н-ролл, там, вот все, все такое попсовое. Что было самое попсовое, то и стало, как бы, по преимуществу культовым. Тот факт, что сейчас я могу, грубо говоря, скачать книгу из интернета, а раньше я должен был ее, грубо говоря, купить в книжной лавке, в книжном магазине. Как это происходило в предшествующей исторической эпохе? То есть, грубо говоря, ну, начнем с того, что масса культуры... Это никак не отражается на качестве самого продукта. Вообще не существовало до 20-го века. Да, то есть была народная культура, которая имела, скажем так, прежде всего, в национальной культурной корне именно связанной с тем, что были... Ну, то есть у Ежи много было различных аргументов, ну, в которых он, ну, прям вот вообще напрямую обосрался. Прям вот вообще никак его не оправдать. А здесь я пытаюсь найти что-то, что можно оправдать. И кажется, это получается. Ну, то есть это соответствует его позиции. Если бы он срезал большую часть того говна, о котором он говорил до этого и оставил вот самую мякотку, это было бы сильнее. Да, короче, академическая музыка работает, критерий композиции работает иначе, нежели Ежи его проговаривает. Элитарная музыка продолжает существовать и развиваться в новых форматах искусства, да. Но последний аргумент Ежи, он как бы выводит все немножко на другой уровень. То есть Ежи нам говорит о том, что... Я уже забыл, о чем он говорит, но не важно. О том, что есть, в общем-то, возможность сравнивать ту музыку, которая запомнилась время в прошлом и ту музыку, которая запомнится сейчас. Скорее всего, в принципе, ну, мы подразумеваем, понимаем, какая музыка запомнится из современности. Какую музыку слушали. То же самое, что и в 20 веке приблизительно. Особенно во второй половине 20 века. Первая половина, да, там еще классика бывает появляется, хорошая, сильная. Такая вот культовая. А чем дальше идет, тем элитар... Тем вот такая классическая музыка становится все более элитарной. Понимаете? То есть ее слушают в основном только профессионалы теперь. Хотя есть исключения, но она становится уделом таких вот... людей более профессионального толка. И в этом смысле Ежи, Ежи, с Ежи, ну, трудно не согласиться. Не то, что не трудно не согласиться, я не то, чтобы поддерживаю позицию развития и деградации, но его позиция становится более обоснованной тогда. Мы просто его прям вообще разнесли в пух и прах с самого начала. Ну, его можно дальше оправдать, можно дальше послушать, что он скажет по этому счету. В современности мы видим некую такую обезличенную массу. Да, элитарная музыка нынче еще более элитарная, я согласен. Кстати, с этим я согласен. Просто вот у Ежи с элитарностью опять же тут проблемы возникают. Тут как бы уже надо как-то по-другому обыграть это. Просто Ежи не слушает современную элитарную музыку, которая еще более элитарна, чем музыка прошлого. Массовый человек, массовое общество, как бы триумфаус. Как проверить обезличенность культуры? В чем она фиксируется, обезличенность культуры? Что это за параметр такой? Стуцкого человека по Шпенглеру, то есть неопределенные социально-культурные феномены, которых просто до этого не существовало. Ахмат с его согласен. Народная музыка отвалилась, кантри, блюз, это все народная музыка, плюс рок-н-ролл. Ну, я имею в виду, что отвалилась, она не полностью исчезла. Понятно, что у нас есть какие-то определенные представления о народной музыке, в том числе предшествующих исторических эпох. Я просто имел в виду, что ну там... Ну, массы могут юзать все, что угодно. Ну, то есть если в массах люди услышали, не знаю, Баха, ну все, это теперь тоже попсовая музыка. Согласен с Жон Дой, про Европу американизировалось. Грубо говоря, 18 век запомнится людям последующих столетий, историкам, культурологам, искусствоведам, прежде всего, как эпоха, которая смогла породить, достичь определенных вершин вот именно в классической оркестровой музыке. Вот со современной эпохой, на ваш взгляд, она как войдет в историю? Вот смотрите, действительно, аргумент со входом в историю он интересный. Он интересный и он работает на Ежи. То есть практически все, что мы видели в этом видео, ну там такой шлаг был, что ну прям вот фейспалм за... А последний аргумент, а последний аргумент хорош. Вот такой, смотри. Своими культурными достижениями. Ну ячечное, мистер Кимс, министерство культуры. 20-й и начал 21 века. Если говорить про 20-й век, то мы уже можем сказать, какие у нас были величайшие. У нас было, ну, блюз, джаз, джаз-бэнды, которые, безусловно, уже войдут и вошли в историю. Рок-музыка, которая уже вошла в историю. То есть вы не считаете, что джаз и блюз это просто несколько деградировавшая классическая оркестровая музыка под влиянием. Музыковеды сами. Какие, смотря какие музыковеды. Ну началось. Ну то есть тут, блин, один, в общем-то, чувак аргументирует каким-то музыковедом абстрактным. Так не считают музыковеды. Может быть, сам Васил музыковед, который прочитал огромное количество текстов всех этих музыковедов. Но я знаю многих музыковедов, нескольких музыковедов, которые так не считают. Которые считают классическую музыку верхом классики. Я знаю музыкантов, которые считают классическую музыку ну прям вершиной классики. Ну вот. Музыковеды. Мой опыт знакомства с музыковедами абсолютно противоположен опыту знакомства с музыковедами Васила. Ну вот как-то так. То есть так можно считать считать вообще как угодно можно каждый еще можно придумывать музыковедов как внезапно внезапных музыка мнение как дырка в заднице она у каждой есть 0 музыковеды они не считают джаз и блюз деградировавшие классическим но настолько же с эти плевать на музыковедов как и плевать на не знаю филологов и любителей там не знаю почитать литературу ну и самое главное александр даже если говорить о имидже эпохи по музыке сам имидж как таковой не является критерием олицетворения развития и деградации эпохи то как посмотреть тут как посмотреть я думаю наверное проблема заключается в том что джаз не во всех своих аспектах имеет отношение к классике поэтому я же тут немножко проигрывает музыковеды просто понимаю то что откуда берется и ну приблизительно хотя бы и здесь проблема во всяком случае многие музыка под определенным там допустим негритянским влиянием не одобряю расизм деградировавший намного сложнее классической музыки бывает поэтому сложно сказать что он деградировал плюс вообще в принципе не укладывается строго вы могли бы зарабатывать композиторов джазовой музыки которых можно было бы в один ряд поставить с бахом бетховеном чайковским что значит поставить в один ряд и по какому критерию мы ставим их в один ряд вот опять же начались примера и гамвердии санс камерин сансом и чем-то окей джон колтрейн я я просто мяч был я может послушаю знаете и как бы соглашусь с вами но вот кстати григорьев привел блять ну то есть смотря по какому критерию начинается опять же ну то есть вопрос ну давайте еще так а а кто кто из современных там джазовых исполнителей знаете писал музыку наиболее классическую то есть если мы берем классично классичность как найти критерий такой рафинированной то классики самые лучшие музыканты например или писатели с классичность является рафинированным критериям качества а если не является но живет критики чаще всего бывает я что-то не знаю проблем проблем в том что ежи может послушать да я согласен что сказал хороший аргумент и на него можно было давить но потом он вернулся к псевру как бы не докакал парень и да опять же все упирается просто в предпочтение музыкального ну и ах ну как 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 можем так и беседуем чуделась появится мне значит культура прогрессивная не нравится но культура деградирует дегенерировать опять же вот джон тренде лос-монг мэлс-дэвис мэлс-дэвис я знаю я сушу но мэлс-дэвис это на уровне народной музыки 18 век достаточно простые мелодии такие реальные то есть там уровень партитуры он не сопоставим совершенно с уровнем композиционной сложности какого-нибудь реклима моцарта то есть тут все-таки это совершенно видите самые близкие классики это гершвин но никогда не сравнится с классиками знаете почему потому что не классик если мы берем в качестве классического параметра ну классичность такую абстрактную ну или нет смотрите а мог бы а мог бы гершвин написать не знаю мелодию в духе бетховена но лучше бетховена нет потому что бетховена есть бетховен как у ежи просто проблемы уже проблемы он хочет просто выдать и композиционную сложность наоборот он пытается классичность выдать за такую композиционную сложность хотя на самом деле все немножко сложнее или что нибудь еще нужно нужно найти очень много сложит но просто формально говоря даже в том же роке мы можем найти музыку значительно сложнее классической именно вот композиционно ну не композиционно там больше элементов будет сложнее сыграть например там вряд ли больше музыкантов для этого понадобится хотя всякое бывает честно говоря честно говоря всякое бывало но в истории чушь тут поделать ну и опять же если мы будем грамотно отбирать непосредственно классическую музыку с одной стороны и рок музыку ну все урок может победить классику по композиции легко если мы берем лучшую самую сложную композицию урока по композиции самую худшую по композиции классическую какую самую простую одну из самых простых все как бы рок бьет классику вот до свидания пошла классика вон отсюда например просто езжай почему как как качеством удовольствия в пещере горного короля это несложная музыка с точки зрения развития т.д. повторение одну тему но собственно до вместо ого блин кстати интересно что у васила голос такой нормальный для стримера он даже набивать может полный момент вообще хорошая композиция это апелляция к народному искусству на 5 еда еще раз помимо композиционной сложности есть мелодика классическая музыка то есть я не понимаю какие критерии у ежа что он делает что он творит здесь есть другие элементы я бы чтоб не рекомендовал вам я не знаю если вы не читали хотя может да николас угориуса довела мы поняли я же читали хосер теги газа восстание москве читал еще заказывайте пожалуйста я уже читал артега и наизусть его когда учился на философском факультете а вы учились на философском факультете и сразу знаете минус стрим но джон до и чаще всего люди так и оценивать музыку выдумают у себя в голове какие-то критерии даже музыковеды выдумают какие-то критерии иногда эти критерии становятся но важными ну вы видимо как все забыли да к этому же обязательно ну просто ежи как бы как бы такое что-то что-то как-то вот не очень хорошо он серьезно поставим очень глубокая книга там просто тоже было много всяких поинтов именно на эту тему ведь даже вас любим сплошные поинты и тейки по меркам философов вполне так нормально честно говоря джон до и то есть у него есть какая-никакая философия искусства можете почитать некоторые его произведения уже даже название часть не назову но у него есть по искусству так что так что все-таки есть там что-то сроком из металла тоже советском союзе было очень плохо да до конца 80 дайте жанр на улице спрашивайте где культурная деградация просто в каких-то стране какая деградация где-то запрещается искусство где-то нет ничего себе просто это отсутствие развития которые могут отсутствие развития которым хорошо ну вот здесь я же немножко посильнее когда речь касается советского союза ну вот просто потому что просто потому что ему повезло что так и такие исторические обстоятельства сложились а то что вот по миру музыка деградировали не музыка вообще искусство деградировала но об этом можно долго спорить при том позиция по которой что-то там в общем-то деградировала скорее знаете находится в слабом положении критиковать его намного проще ввиду того что мы о прошлом знаем далеко не все далеко не все сохранилось далеко не все дошло тем более наше образование чаще всего не позволяет нам все это упомнить особенно в отдельной эпохи какие-то знаете какие-то отдельные столетия там упомянуть сколько там великих а вот например двадцатый век музыки ну я сам будучи не то чтобы профессионалами любить даже не любителям музыки я вам назову не знаю известных кучу композиторов не композиторов а музыкантов там элвисов пресли всяких там beatles оба и так далее так далее пойдет просто современностью я знаком значительно лучше именно в музыке в искусстве как вообще наверное все потому что мы живем в этой современности мы постоянно что-то слышим от других людей в интернете но то есть я же нужно манипулировать куда более сложными фактами какими-то идеями какими-то аргументами чтобы защищать ту точку зрения которую он отстаивает пока он находится школьника который прошел мхк это как бы не очень хорошо такую позицию защищать что я тогда не буду называть эту деградацию до забавно что я же приводит только европейскую классическую музыку ну ночью еще ему приводить если взять другие регионы и обобщить целом в плане особенно композиции скорее странно будет тоже тоже да конечно же я же европоцентре здесь получается называть это отсутствие развития которое могло бы быть в мини-конте странная музыка была не такой плохой просто факт что тот факт что какая-то область искусства не развивается не говорит о деградации культуры в целом ну она в основном кстати вся представляет собой плагиат значит западной популярной музыки опять же культура это не только искусство если чё культура она в себя включает и науку и философию культуры все что грубо говоря все же человек делает чему для нас критерием развитости деградирует деградации культуры именно искусству всего добру мира творчества кстати в искусстве сложнее всего оценить прогресс регресс критерий непонятно гораздо проще в науке или в технологии что тоже часть культуры ну в науке тоже не просто и философии не просто прогресс регресс оценить ну и при этом знаете довольно сложно в искусстве прямо очень сложно особенно с учетом того что у разных людей разные критерии оценивания особенно у разных искусствоведов разные критерии могут оценивать ну то есть ну вообще непонятно и на самом деле я же признал в начале в самом что как раз таки технический прогресс у на в двадцатом веке его невозможно отрицать ну да ну да раньше можно и раньше нельзя было бомбануть ракетой не знаю уничтожить огромное количество людей сейчас можно половина половина песен советской эстрады это просто пить песни лвиса прессе которые перепевались и переводились это комментировать то есть ну во первых я просто не знаю я не такой большой знаток советский эстрад меткой большой знаток элвиса пресли ну с элвисом пресли наверное не очень точно но русский много всего перепевали российская эстрада такая вот ближе к 90 действительно перепевает композиции запада и рок русский кстати тоже вот такой вот не знаю переходной от перестройки к 90-м годам и далее тоже многое перепевает ну такое такое но советский союз пример одной стороны давайте как бы но не будем на нем зацикливаться апелляция к советскому союзу не самые лучшие варианты просто особо историческая ситуация была у нас стране ну чё поделать несущественно для споров правильно